Здравия и процветания всем достойным того, а недостойным желаю скорее проследовать на глубину дна. Там, так сказать, там, так сказать, есть некоторые для них места. Сейчас хочу рассмотреть сведения о гумнах. Я уже рассматривал то, что сообщает Амиан Марцелин. Но Амиан Марцелин это всего лишь один из источников. Дело в том, что многие мне, в общем-то, так или иначе, ранее, когда я говорил о гумнах, писали, что «А, вот античные авторы об этом не говорят! А, вот ты всё придумал! Ты всё придумал! Вот всё, совсем всё прямо взял и придумал!» А, собственно, если я в каждом видео, на каждом шагу, в каждом предложении не цитирую Приска Панийского, или, например, если даже я использую какой-то материал, но не говорю на каждом шагу, что об этом писал Приск Панийский, это совершенно не значит, что я его не читал. Я его читал. Я читал ещё много кого, и, в общем-то, в отличие от многих интернет-диванных специалистов, как они называются сейчас, я склонен к тому, чтобы читать и изучать очень много источников. Пока они дрочат, пока они жрут, пока они занимаются своими детушками, собачками, кошачками, пока они смотрят футбол и болеют за то, чья сборная побездит, пока они думают, любят их или не любят, плюнет или поцелует там вот то, что с ними там есть, а я занимаюсь изучением разных древних источников. А когда даже я не читаю, я занимаюсь осмыслением этих материалов. У Приска Панийского много разных нюансов. Приск Панийский – это тот, благодаря кому достеменно, как это по-российски сказать, однозначно или подтвержденно... Это не совсем такие слова, но неважно. Переведите по словарю, что значит достеменно на вашем языке. В общем, благодаря Приску Панийскому нам однозначно известны как минимум три гуннских слова. И все эти три слова – славянские. Медос, комос, страва. Медос – это название медового напитка. Комос – это название ячменного напитка, то есть кваса. И страва – это, в общем-то, блюдо. В российском языке страва почему-то называется блюдом. Но блюдо – это, в общем-то, то, на чем страва находится. Странная в российском языке тавтология, что блюдом называется и то, что едят, и то, с чего едят. В украинском языке, соответственно, есть отдельное название для посуды, а отдельно есть совокупное название для, в общем-то, разных пищевых изделий, которые называются стравами. В украинском языке слово «страва» имеет образное значение как дословно «то, что сделано из травы». Украинское слово «страва» имеет связь с словами «трава», «травлання», что означает пищеварение, и еще много других слов. В российском языке ближайшее слово – это «отрава». Ну и также «трава». То есть в российском языке вот есть понятие «трава», есть понятие «отрава», но нет понятия «страва». То есть, видимо, как бы все, что там росло, где жили россияне, оно было отравленным или ядовитым, и из таких трав ничего варить нельзя было. Ну или как? Я не знаю. Но в украинском языке понятие «травлання» означает не процесс интоксикации, а процесс пищеварения дословно. Ну, забавные такие нюансы, которые в украинском и российском языке полностью противоположные. И вот слово «страва», которое присутствует у Приска Панийского, которым обозначаются продукты, поминальные продукты, которые едят во время тризны. Данное значение слова «страва» соответствует образности украинского, ну и некоторых других славянских языков, однако никак не вяжется с значением российского слова «отрава». Если бы Приск Панийский отведал «отравы», он бы отравился и помер. Ну или бы его пронесло, или еще как-то так. Однако он поел «страву» и имелось в виду именно «страва». Из этого можно сделать интересный вывод, что гуннское слово соответствует украинской образности слов. Попросту говоря, это славянское украинское слово. Другое слово «квас». У Приска Панийского оно обозначается словом «камус». Сейчас часто слово «камус» переводят как «кумыс». И казалось бы, в общем-то, Бог с ним. Но у Приска Панийского не просто написано напиток под названием «кумыс», а написано, что это был ячменный напиток. Коль-сколь все-таки из ячменя кумыс не готовят, а его готовят, как правило, из молока, то, скорее всего, это все-таки не кумыс, а, соответственно, квас. Еще есть допустимый вариант, что на самом деле Приск Панийский слышал и слово «кумыс», и слово «квас», и просто эти слова перепутал. Или обобщил общим названием слово «камус». «камус». Нужно понимать, что Приск Панийский не носил с собой диктофон и не писал эти все слова прямо с ходу. Он, когда был на территории Украины, он, в общем-то, писал по большей части, скорее всего, только лишь заметки, которые нужны были для его переговоров, или вообще ничего не писал. А уже дальше, когда вернулся на территорию Римской империи, уже только лишь тогда, спустя годы, он писал по своим воспоминаниям. В воспоминаниях человека и квас может превратиться в кумыс, и уж если оно стало звучать как камус, не нужно удивляться. В любом случае, слово «камус» для обозначения ячменного напитка также соответствует славянским языкам, а не тюркским. И третье слово, которое известно, это «медос». «Медос» в означении медового напитка. Такое слово есть в ряде славянских языков, но нужно еще учитывать, что, скорее всего, данное слово было у наших предков еще в кемерийские времена. Такое явление, как мед, является продуктом собирательства пчел. Собирательство или концентрация издревле были связаны с корнями меди. Отсюда ва разные названия даже для Средиземного моря, для медиаланума, миланума и других разных греко-римских штуковин. Также отсюда название для меди – тации, то есть сосредоточения. Но в славянском языке вот этот корень меди часто звучал как меджа. И, в общем-то, еще в кемерийские времена существовал скифо-кемерийский князь Мадай и скифо-кемерийская княжна Медея. Ну, по большей части они были кемерийскими, они известны в греческих мифах, они связаны с Боспором и Колхидой, и исходом кемерийцев, предков Ахименидов из Северного Причерноморья. То есть, можно сказать, что слово мед существовало у наших предков еще с кемерийских времен, так или иначе, и разные другие похожие слова. И оно продолжает существовать. И оно зафиксировано у гуннов. И слово «страва», и слово «камос», и вместе это все дает основание полагать, что те, кто известны как гунны, были просто тогдашним населением Украины, тогдашним поколением наших предков. в достаточно длинной цепи от кемерийцев, скифов, сарматов до дальше Киевской Руси, Речи Посполитой и времен уже современных. Если бы гунны это были пришлыми тюрками, они, может быть, принесли бы к нам какое-то слово, которое, может быть, у нас бы и осталось. Они, может быть, переняли бы какое-то древнее слово. Но, вероятнее всего, пришлый, целый, огромный народ всполошил бы тут настолько все и по-всякому, что навряд ли могла бы быть преемственность между древним населением Украины, между населением времен, собственно, прихода гуннов и последующим. Здесь была бы просто тотальная каша, мясорубка и так далее. Но, как видим, этого нет. Как видим, происходит преемственность. А значит, и те, кто известны как гунны, часть этой преемственности. Больше того, если анализировать все аспекты труда Прископа Нийского, можно считать, что у гуннов была и письменность, или даже несколько. Можно фиксировать, что гунны неплохо были знакомы и с, в общем-то, греческим языком. Также, в общем-то, из труда Прископа Нийского можно видеть склейку или иногда даже торжественность понятий скиф-гун, гун-скиф, скифия-страна гуннов, скифский царь-гунский царь, ну и так далее. Дело в том, что, если вы прослушаете мой анализ труда Амиана Марцелина, если вы сами почитаете Геродота, то, в общем-то, ряд древних источников фиксируют, что у скифов, сарматов был культ меча, священного меча истины, меча арии и все дела. И, в общем-то, у гуннов ровно такой же культ. Снова же, что считать, что гунны чуждый азиатский, кочевнический народ, почти китайцы, монголоиды, с раскосыми и странными глазами, пришли в Северное Причерноморье, не зная от слова совсем, никаких местных языков, приходят и такие, а что это у вас, меч? А давайте мы тоже будем с вами поклоняться. Невозможно, чтобы приходящие к нам буряты, которые пришли в составе российской армии, нашли где-нибудь портрет Степана Бандеры и стали ему поклоняться. Невозможно, чтобы где-то они откопали, не знаю, значок правого сектора или что-нибудь такое, тоже стали этому поклоняться. Пришлые к нам буряты, чечены и другие в составе соответственно, московской оккупационной армии, они как минимум не понимают аспекты культуры нашего народа, а часто даже изначально относятся к нашей культуре и всему нашему чрезвычайно враждебно. И если бы предполагать наличие пришествия подобных товар-ищей в древности, они бы вели бы себя плюс-минус как-то так же. Дальше. Монголы, когда в свое время напали на Русь, за ними также не замечено, чтобы они стали почитателями тогдашней культуры Киевской Руси. Не замечено также других подобных явлений. В общем-то, не замечено, чтобы испанцы начали поклоняться Тискотлепоку. Не замечено, чтобы арабы, которые в свое время штурмовали Испанию, в массовом порядке становились христианами. Как и не замечено, чтобы европейцы, идущие в крестовые походы против арабов массово принимали ислам. Этого не замечено. А тут почему-то гунны должны были прийти в нашу страну и еще принять нашу веру. Ну, ну. И вот, если совместить еще это, совместить аспекты о их языке, станет понятно, что это не пришлый народ, а это, в общем-то, наш народ. Один из витков истории нашего народа. Детальнее о том, как все это было, я рассказываю в отдельных видео. Для комплексного понимания вам понадобится прослушать и мой анализ трудов Амиана Марцелина и другие соответствующие тематические видео. По результату прослушивания этого материала не факт, что вы согласитесь с моим выводом. Здесь я очень много что не упоминаю, не указываю. И так далее. Ну, по сути дела, а что? Сейчас я хочу наконец уже дойти до цитирования Приска Панийского и немного разобрать то, что он пишет. Я сейчас не буду рассматривать археологию, не буду рассматривать многие другие нюансы, не буду рассматривать нестыковки в, так сказать, азиатской теории происхождения гуннов. Все это я уже рассмотрел в отдельных видео на моем канале. Итак, и так, Приск Панийский. Снова же, Панийским не факт, что он себя при жизни называл. Возможно, кто-то его так называл, и то не факт. Его звали Приск. Он был дипломатом, историком и писателем Пятого века. Приск родился в городе Паний. Паниум. Вероятнее всего, на территории Фракии. Как считали византийские историки Иоанн Малал и Феофан, ну, соответственно, тоже историк. Они считали, что Приск был фракийцем. Но это уже весьма романизированный, грецифицированный фракиец, который по культуре, по языку, по всему уже вообще ни разу не фракиец, а чисто греко-римлянин, ромей, забывший все свое и по сути ставший вот таким вот гражданином Римской империи. Именно от своего происхождения он унаследовал свое название. Он происходил из состоятельной семьи и получил неплохое под тем временам философское и риторическое образование, а имел ряд познаний, вследствие которых позднее он очутился секретарем при Максимилиане, при Максимине, извиняюсь, который занимал высокие посты при императоре Восточной Римской империи Феодосии II. Благодаря своим способностям познаниям и всем делам Приск Панийский был отправлен для выполнения невозможной миссии в 448 году к Аттиле. Задача была в следующем. Под предлогом переговоров о по сути дела торговых отношениях и о выплатах репараций отравить собственно Аттилу. Аттила отправлял в Византию, в город Византии тогдашний, своего посла Эдикона. Эдикона Приск Панийский называет природным гунном. То есть, в общем-то, если бы гунны были китайцами, то Эдикон должен был бы быть ну тоже плюс-минус монголоидом. Известен сын Эдикона Одо Акр. Одо Акр в свое время стал даже королем Рима. Ну, королем Рима, царем Рима, это современные разные трактовки, он был князем Рима. По сути дела, он был римским императором, только тем, который решился короноваться, в общем-то, не по римским канонам коронования, а по своим родовым. По своему роду он и так был князем, причем потомственным князем династии русов, вероятнее всего. И, соответственно, он и так уже был коронован. Когда он вступил в Рим, он низложил последнего именно римского императора Ромула Августула, и вместо того, чтобы нацепить на себя его все побрякушки, он собрал их в мешок и отослал Восточную Византийскую империю. Ну, типа, зачем ему вот эти чужие побрякушки, когда он и так князь. Он князь по роду, он признанный своим войском, он признанный своими вассальными династиями, зачем ему нацеплять на себя варварские какие-то чужие странные побрякушки, которые он ни разу не понимает и которые ему нафиг не сдались. Но, как бы, он решил подсластить пилюлю для Византии, отправив это все им. И есть монеты, где он изображен, и он ни разу не китаец. Он изображен вполне себе как европеец и очень похож на украинца. Стрижки под котелок с казачскими усами, все как положено. Априск по-нисски его отца называет природным гунном. То есть, значит, если Адакр выглядел как украинец, значит, в принципе, и гунны, природные гунны выглядели плюс-минус как украинцы более и более ранних и более поздних веков. Поскольку есть альвийские монеты Фарзоя и Нисмея, где они также изображены в подобной стрижке и также с усами. Есть разные греческие изображения Анхарсиса, где он часто изображается с такой же стрижкой под котелок. А это еще скифский царь, которого греки признали одним из лучших философов. И причем есть разные изображения и разные тексты, которые вообще называют Анхарсиса лучшим из философов, который когда-либо вступал на греческую землю. Вот так-то. Но это уже вообще другая тема. Конечно же, кроме Прископа Ниского и другие всякие авторы упоминали эти события, но как бы но. Отмечаем, что римляне пытались подкупить вот этого Эдикона, ну и типа подкупили его, то есть он принял их все штуки, которые они ему предложили, он сделал вид, что полностью согласился. Все это к нему проделывал Евнух Хрисафий, который соответственно хотел, чтобы Эдикон в случае чего отравил Аттилу, поскольку он мог достаточно близко приближаться к Аттиле, поскольку, поскольку, как бы, как бы. Но Эдикон оказался верный своему Сюзерену, Магаксенесу, да и Эдикон сам был князем. Конечно, он не стал бы травить своего Магаксенеса, своего верховного князя, тем более во имя каких-то побрякушек, к которым и его сын относился очень презрительно. Это для греков, римлян, эти свои побрякушки были важны. Для наших предков, которые, с одной стороны, умели изготавливать прекрасные золотые украшения, серебряные, от всего этого ломятся российские музеи, поскольку это в большинстве своего вывезено в Российскую Федерацию, ломятся некоторые европейские музеи, россияне много чего раздарили на запад, кое-что и в наших музеях сохранилось. В общем-то, а в глубокой древности этого всего было намного больше. До нас дошло то, что сохранилось случайно или то, что выкопали из курганов. Но это уже несколько другая тема. Также важно, что Приск Панийский часто Аттилу называют непосредственно скифским или сарматским царем и говорит, никогда никому из предыдущих властителей скифии или даже других стран не везло столько совершить столь короткий срок. И не только всех скифов, но и римлян заставляет он платить себе дань. Военная сила у него такая, что ни один народ не устоит против нее. Так Приск Панийский характеризует Аттилу. Снова же вопрос. Приск Панийский неплохо был знаком с биографиями Цезарей, всевозможных там Августов, Домицианов, ну, кучи разных римских императоров. Он знал биографию Помпея, он знал биографию какого-нибудь Александра Македонского, он должен был плюс-минус быть осведомлен и о Дарии, Кире, Ксерксе. И он говорит, никогда никому из предыдущих властителей Скифии или даже других стран не везло столько совершить столь короткий срок. И не только всех скифов, но и римлян заставляет он платить себе дань. Военная сила у него такая, что ни один народ не устоит против нее. То есть, что он получается даже, так сказать, молниеносный захват Персидской империи Александром Македонским не сравнивает с мощью и подвигами Аттилы. Какая же это должна была быть империя? По нынешним данным, империя Аттилы простиралась приблизительно от, соответственно, Рейна до Волги. Вот это то, что можно проследить и по дальнейшему расселению славян, и по другим нюансам. причем более конкретнее можно сказать, что империя Аттилы простиралась от Рейна до Дона, так как территории за Доном уже в основном были застелены кочевыми разными формациями, и эти кочевые формации не были привязаны к территории. Они сегодня здесь, а завтра там. если еще сократить эту территорию, то получится где-то от Эльбы до Дона. И это будет соответствовать территориям дальнейшего славянского расселения. Тут говорится слишком много. То есть, что предполагать, что тогда Римская и Византийская империя признавали полностью свой вассалитет по отношению к Аттиле вполне возможно, потому что и в дальнейшем у Прископа Нийского, и у других источников есть такие упоминания, которые можно воспринимать как то, что Римская империя и Восточная и Западная, а возможно даже и Иран считали себя вассалами Аттилы. считали себя вассалами, платили ему дань и так далее. Насчет Ирана все весьма спорно. Западная Римская империя пыталась против Аттилы достаточно активно бунтовать, а вот Восточная Римская империя даже особо не шевелилась. Они подло пытались отравить Аттилу, когда это у них не прокатило, они просто платили ему дань и сидели себе тихо там. Поэтому в общем-то тогда государство Аттилы как бы сердцевинное то оно остается в тех пределах, но нужно считать и Западную и Восточную Римскую империю и Иран вассальными государствами по отношению к Аттиле. Там не было войск Аттилы, они не инкорпорировались в структуру державы Аттилы, но они признавали за Аттилой верховенство власти. Они были вассалами Аттилы. Так или иначе это еще следует изучать. Тем не менее возвращаюсь к цитированию то есть когда в 448 году император Византии Феодосий отправил к Аттиле посольство во главе с Максимином там был и приск Панийский и их сопровождал скифский боярин и полководец Эдикон. При дворе Аттилы он фактически играл роль такого вспомогательного деятеля. Он был можно сказать министром иностранных дел в государстве Аттилы. Министром иностранных дел и министром по взаимодействию с Римской империей. И сам часто бывал по крайней мере в Восточной Римской империи. Поэтому неудивительно что его сын со временем завоюет Западную Римскую империю. Адаакр не взялся из ниоткуда. Адаакр не был вождем какого-то мифологического племени которое вдруг с того не сего снялось с гор побежало захватывать Рим как это иногда пытается предоставить нынешняя историография. Коль известен отец Адаакра коль известно что этот отец был послом Аттилы соответственно в Римской империи ну в общем-то понятно что и Адаакр получил неплохое образование понятно что и родовые династические права у Адаакра были соответствующие поэтому в общем-то это все неудивительно также их сопровождали толкователь Вигила и римлянин Орест интересно что вот это имя Вигила обычно его считают римским именем но с другой стороны есть готский деятель по имени Тулдила есть Аттила и есть Вигила не нужно быть особо лингвистом даже чтобы понять что эти имена схожи они в общем-то созданы по аналогичной структуре но но Приск пишет ну еще перед тем как буду его дальше цитировать важный нюанс для Приска Панийского нужен был толкователь Приск Панийский сам не понимал гунский язык но в тексте Приска Панийского и в других источниках не раз упоминается как Аттила коммуницирует в общем-то с скифами с арматами славянами германцами и в общем-то не замечено чтобы там участвовали какие-то переводчики а значит или Аттила у нас был полиглотом что в общем-то возможно Митридат Евпатор знал под сотню языков Богдан Хмельницкий с десяток поэтому как бы может быть а с другой стороны Митридат Евпатор знал языки в основном территории Циркумпанситы и в основном он знал под сотню языков не потому что был таким супер каким-то одаренным а потому что у многих из этих языков есть общая какая-то коренная база и многие из них отличались не сильно он знал как в том или ином языке чуть меняются какие корни какие звуки и мог приблизительно их понимать конечно он не смог бы на всех на этих языках писать какие-либо не знаю поэмы но он мог базово общаться с представителями разных народов плюс базово понимать что они ему говорят что было важно для переговоров может может быть приблизительно так было и у Аттилы но соответственно как бы если бы он был китайцем который не знает славянского языка такое было бы невозможно Приск пишет варвары перевозчики встретили нас и переправили через реку Истр на лодках однодревках которые они делают сами струбая деревья и выдалбливая их около семидесяти стадий километров мы вынуждены были ждать на равнине пока Эдикон не уведомил Аттилу о нашем прибытии в сумерках когда мы сидели за ужином послышался приближающийся к нам топот коней топот коней это прибыли два скита с приказом отправиться к Аттиле то есть что тут что тут важно во первых ничего не происходит как бы как-то хаотично у Аттилы есть своя иерархия у Аттилы есть свои подчиненные у Аттилы есть процедура встречи приема соответственно послов Эдикон отправляет рапорт образно говоря к Аттиле Аттила дает команду Эдикон выполняет налажена система гонцов налажена система патрулей и это важно для понимания что у Аттилы не было варварской вот такой вот орды у Аттилы не было анархии у Аттилы было свое государство государство управляемое государство где очень много чего очень хорошо регламентировано и по ряду признаков даже римское государство можно в большей степени считать варварской какой-то фигней чем соответственно государство Аттилы в сумерках когда мы сидели за ужином послышался приближающийся к нам топот коней это прибыли два скифа с приказом отправиться к Аттиле мы предложили им поужинать с нами они сошли с лошадей с удовольствием угостили а на другой день показали нам дорогу в 10 часов дня мы прибыли к палатке Аттилы ну видимо имеется ввиду походной шатер нужно понимать что у Аттилы была конечно могла быть палатка и у Бахтана Хмельницкого была палатка и даже у Александра Македонского была палатка вопрос в другом что это не делает из них кочевников это временная военная ставка временный лагерь но так или иначе также упоминание здесь лодок однодревок снова же роднит как со скифскими временами поскольку античных авторов в общем-то упомянут скифский флот из моноксил то есть лодок однодревок которые выстругиваются из монолитного в общем-то ствола дерева тут нет никакой проблемы с тем как скреплять доски нет никакой проблемы с тем как обрабатывать доски как там замазывать швы и так далее чтобы в общем-то данное судно не набрало воды тут просто нужно выстругать углубление в стволе дерева и желательно найти как можно больший ствол и желательно не треснутый там никакой выстругать садиться установить парус и вперед из песни этим занимались позднее и воинство Киевской Руси и на таких лодиях ходили воевать Византию ровно такие же чайки ну правда у казаков были разные корабли ну и такие моноксилы также у казаков продолжали быть что также говорит о преемственности поколений о передаче опыта еще со скифских времен во времена Аттилы во времена Киевской Руси и дальше в казачьи времена если бы или скифы были пришедшими на эти территории варварами которые вымерли и вот от них никого не осталось если бы сарматы были таковыми или гунны или Киевская Русь или Киевская Русь перебралась бы в Московию а мы не пойми что как пытается преподнести российская пропаганда то в Московии сохранились бы данные обычаи но их там отродясь не бывало а у нас они были вот буквально до до последних тех столетий когда это было нужно в 21 веке конечно изготавливать такие лодки уже смысла нет но в те века когда был смысл их и изготавливали поскольку это достаточно дешево просто и функционально варвары перевозчики встретили нас и переправили через реку Истер на лодках однодревках которые они делают сами срубая деревья и выдалбливая в них ну соответственно место где ехать мы вынуждены были ждать на равнине пока Эдикон не уведомил Атилу о нашем прибытии в сумерках когда мы сидели за ужином послышался приближающий к нам топ от коней это прибыли два скифа с приказом отправиться к Аттиле мы предложили им поужинать с нами они сошли с лошадей с удовольствием угостили а на другой день отправили показали нам дорогу в 9 часов дня мы прибыли к палатке Аттилы которых у него было очень много вот так вот Приск Панийский пишет варвары 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 но при этом Приск Панийский не пишет что не знаю они были одеты в какие-то драные шкуры что они еле говорили и так далее Приск Панийский описывает их как в общем-то нормальных людей как людей цивилизационно сопоставимых с в общем-то Приском Панийским и всей его компашкой с другой стороны скифы также могли бы отравить всю эту компашку но скифы этого не делали Приск Панийский ел страву не опасаясь что это отрава Приск Панийский пил мед не опасаясь что он отравлен при том что перед этим Приск Панийский был уже зафиксирован как фактически соучастник покушения на жизнь главы государства то есть от силы за это в любой стране при любых законах Приск Панийского как минимум следовало выслать из государства а как максимум казнить на месте ну то есть существовал преступный сговор с целью убить главу государства как бы что еще нужно есть свидетели есть заговорщики у них где-то там есть и яд то есть ну что еще нужно но от силы им это простил и дальше угощал их показывал им свою жизнь вел себя с ними не как варвар не как чингачгук с большой дороги а вел себя с ними как в общем-то достойный европейский лидер как цивилизованный человек демонстрирующий им свое великодушие свое морально-нравственное превосходство над теми дикими какими-то сумасшедшими варварами как раз которые не имея возможности победить его в сражении решили его попросту отравить когда поклажа была уже навьючена на животных и мы хотели двинуться в путь ночью пришло несколько скифов и сказали что Атила приказал нам дождаться приказал нам подождать в связи с ночным временем затем к нам пришли другие скифы с быком мясом и речными рыбами присланными Аттилой мы поужинали и легли спать на следующий день видев в каких затруднениях был Максимиан из-за срыва переговоров Приск Панейский взял с собой рустицию который знал скифский язык и пошел с ними к Скотту с которым удалось наладить связь спустя некоторое время Скотт пригласил ну дальше в общем-то их то есть наладил по сути дела для них переговоры во первых тут находим имя Рустицей то есть нам не надо искать финоугров с словами Роотся видим всякие корни Русь Руст Рост в общем-то и в греко-римском мире с таким же успехом корень Русь можно было бы выводить из всевозможных греко-римских терминов хоть из термина Рокс Рекс хоть из каких-либо других но нормандская теория нам сватает финнов которые как медведи из соответствующего интернетного мема из лесу кричали видя проходящих варягов Роотся Роотся и Рюрик такой о нас Роотсей прозвали какие-то вот эти будем называться Роотсей но это уже как бы другая история дальше видим еще интересное имя Скот ну в общем-то тут можем вспомнить народ скотов и страну Скотланд то есть Шотландию ну или слово Скот или упоминание что Велес это Скотти и Бог как бы опять не видим здесь Си Цзэнь Пиня не видим здесь Хуан Хэ еще что-нибудь такое и вот мы явились к его палатке которая охранялась вокруг толпой варваров получив разрешение войти мы увидели сидящего на деревянном кресле Аттилу мы стали немного поодаль трона Максимин приблизившись приветствовал варвара передал ему письмо императора и сказал что император желает ему доброго здоровья ему и его окружающим Аттила ответил пусть римлянам будет то что они мне желают и приказал Максимиану подождать чтобы через него отправить императору ответить императору на письмо он принял дары которые мы ему вручили то есть не говорится что Аттила позвал другого грека или сказал чтобы Максимиан или Приск или кто угодно из всех этих тут упомянутых составлял от его имени письмо а значит что Аттила умел читать и писать потому что Аттила захотел сначала внимательно прочитать письмо потом соответственно дать на него ответ ответ мог быть словесный ответ мог быть письменный но так или иначе читать и писать Аттила умел в ряде случаев это Еще важный нюанс. Подлости ромеев нет предела. Эти, без преувеличения твари, только что пытались Аттилу отравить. Им сохранили жизнь, к ним смиловались, осознавая их падшесть и идя им на уступку, над ними смиловались. И, казалось бы, им бы покаяться и уйти ко всем чертям, ну то есть к себе на родину. Вместо этого они еще домоглись, чтобы им разрешили все-таки пообщаться с Аттилой. Им пошли еще на одну уступку. Далее, эти ничтожества, подло и злонамеренно, не извинившись ничего, лицемерно говорят, что желают Аттиле хорошего здоровья. Их бы казнить, их бы чертвертовать, их бы просто тереть напильниками до изнеможения. И придумать им любую другую казнь, которую без труда придумал бы или какой-нибудь их царек, или даже Иван Грозный. Но Аттила выше этого. И Аттила великодушна и праведна, однако остроумно отвечает им, что желает им ровно того же, что они желают ему. Лучше ответить тут нельзя было. Потому что, если типа они желают ему, в общем-то, чего-то хорошего, то он отвечает им взаимностью. Но, как бы, поскольку они уже продемонстрировали, что они ему желают, они должны понимать, что, в общем-то, он на них смотрит как на дерьмо, которое пыталось только что его отравить. Так что тут Аттила показывает и великодушие, и остроумие, и свою образованность, и цивилизованность. В то время как Ромеи показывают как раз свою падшую слицемерность, лживость и низость на низости. Низость, которая, казалось бы, ну вот, это низость. Но, оказывается, им было падать еще куда. И, в общем-то, в этом плане Москва, в действительности, Третий Рим. В плане падшести Первого и Второго. На следующий день Приск сопровождал Аттилу его в северном путешествии, так как Аттила хотел взять в жены дочь некого Эскама, который был знатным галичанином. Оттуда мы продолжили путешествие по ровной дороге, которая проходила по долине, и встретили судоходные реки, из которых самыми большими после Истра были Драгон, Тигас, возможно, Тирос, и Тифекас. Мы переправились через них на лодках-однодревках, а другие реки переплывали на плотах, которые варвары возят за собой на повозках и для использования в местах, покрытых разливами. В поселениях нам доставляли пищевые продукты, причем вместо пшеницы – проса, а вместо вина – так называемый потуземному медос. Сопровождавшие слуги также получали проса и напиток из ячменя. Варвары называли его камос. Варвары, прям варвары. У этих варваров есть дорога. Эти варвары как бы кормят убийц, падаль, которая пыталась отравить главу государства. Вместо того, чтобы, не знаю, рвать их просто на клочья и кормить своих бродячих собак вот этим приском и всей его компашкой, и варвары его кормят и поят. И Приск понимает, что эти варвары его не отравят, потому что он понимает, что это великодушные люди чести, это достойные люди, которые не опустятся до такой низости, на которую, соответственно, пошло ромейское посольство. Вот такие вот варвары. В цивилизационном плане у них достаточно пищи, у них достаточно напитков, у них есть дороги, они умеют как переплывать реки, как переплывать какие-то мелкие водные штуки. Ну и, в общем-то, Приск уже переправился через три реки, соответственно, от Римской империи. А Атила решил взять в жены, ну у него и так уже жены было достаточно, еще одну жену решил взять для укрепления разных политических процессов и своей родной, вероятнее всего, Галиции. Сейчас сторонники тюркской версии постоянно пытаются связать этот камос с кумысом. Я и не против. Ну как бы, как бы, а где доказательство, что камос это кумыс, если это напиток из ячменя? Пусть бы привели, я не знаю, какой-нибудь ячменный кумыс, если такой есть. Ну ладно. Далее поднялась ужасная буря с вихрем, громом, частыми молниями и проливным дождем, дорогу, которую считали для себя самой удобной, ну в общем, повредилась. Добравшись до хижин поселка, мы собрались вместе и с криком стали отыскивать отставших товарищей. Скифы выбежали на шум и зажгли факелы из камыша, осветив местность и спрашивали, почему мы кричим. Когда сопровождающие нас варвары сказали, что мы испугались бури, они позвали нас к себе, проявили гостеприимство и обогрели. Зажгли много камыша. Женщина, управлявшая в поселке, оказалась одной из вдов Вледы, ну то есть брата Аттилы, Владислава, и прислала нам съестные припасы и красивых женщин для общества, согласно скифскому обычаю гостеприимства. День мы провели в поселке, просушивая все пожитки, потому что буря прекратилась и солнце ярко светило. Итак, кто у нас здесь варвары? Эти вот горе-заговорщики, которые, потеряв своих каких-то вот этих сотоварищей, реально как варвары, как какие-то я не знаю кто, просто бегали вокруг и кричали. Скифы, цивилизованные люди, слышали, что эти реальные варвары кричат. Скифы решили, ну, наверное, не знаю, сдыхают эти, а как бы, ну, нужно, чтобы они же не сдохли. И что с ними происходит? Скифы выбежали на крик, попытались понять, что с этими чудиками не так. Зажгли, соответственно, им светильники, чтобы те могли своих товарищей найти. Когда поняли, что с чудиками вообще все плохо, они уже пригласили этих чудиков к себе, напоили, обогрели. Женщины перед ними плясали, песни пели, они их уже кормили, только чтобы эти чудики успокоились. Ну, и типа показывали им реальную цивилизацию, реальное гостеприимство. Вопрос, а вели бы себя так ромеи, если бы при аналогичных условиях оказались послы, соответственно, Аттилы. Если бы какой-нибудь посол Аттилы втайне договаривался с кем-то из византийских придворных отравить того же самого Феодосия. Я очень сомневаюсь, что византийцы действовали бы так. Они бы, скорее всего, убили бы такое посольство, а Аттиле доложили бы, что посольство где-то утонуло в море. Или сказали бы, а мы не знаем, может, вы и не присылали к нам посольство, а докажите, что они к нам пришли. Вот такие вот дела. У скифов, как видим, во-первых, важный нюанс, что Приск Паницкий не пишет здесь о китайцах, не пишет здесь о монголах. Он пишет здесь о скифах. И, собственно, если все скифы, если все окружение Аттилы скифы, все буквально, кто там упомянуты, скифы, чиновники Аттилы скифы, простые граждане скифы, в общем-то, даже сам Аттила называется скифским царем. А скифы, как известно, не могли прибыть из Китая в Европу, поскольку скифов еще Геродот фиксирует на этих территориях. Так где же китайские гунны, если здесь все скифы? Снарядил лошадей и других вьючных животных, мы пришли к царице, поздравили ее и предложили ответные подарки, а именно три серебряные чаши, красные кожи, индийский перец, финики и другие лакомства, которые высоко ценятся, потому что у варваров не встречаются. Потом мы пожелали ей счастья за гостеприимство и удалились. Вот учитывая, что это за что это за звери, мягко говоря, принимать от них какие-либо специи, ну, так себе. Скорее всего, эти специи также были притравлены. Может быть, не сильно действующей отравой, но так, чтобы по чуть-чуть притравливать, все равно. Тем не менее, с ними обращаются как с людьми. Никто не пытается их раздеть, никто не пытается их обокрасть, их ни разу не избили. не знаю, никто не пытается их съесть, живьем, сварить, как-то так. Поэтому, в общем-то, понимание государства Аттилы как варварского государства во многом оно даже нарисовано не в греческих каких-то источниках, а уже в современных учебниках по истории, где плюс-минус между аборигенами, которые съели кука и, в общем-то, Аттилой ставится, если и не знак равенства, то все равно у современных школьников и среднестатистических обывателей плюс-минус это считается чем-то близким, если и не равным. После семидневного перехода мы остановились в одном поселке по приказу сопровождавших нас скифов. Мы выждали, чтобы Аттила проехал вперед, после чего последовали за ним за всей его свитой. Переправившись через некоторые реки, мы приехали в огромный город, в котором находились хоромы Аттилы. Вот это важный нюанс. Упоминается некий огромный город, огромное остеление, в котором находились хоромы Аттилы. То есть это уже не какая-то временная военная ставка, это уже не шалаш, не повозка, а это уже в общем-то город с своими строениями, укреплениями и так далее. Кроме того, прииск панийский обозначает огромный. Прииск панийский возможно бывал в Риме. В любом случае бывал и работал и жил в Константинополе. Прииск панийский бывал во многих других городах, в первую очередь в Восточной Римской империи. И к этому городу прииск панийский добавляет приставку огромный. По идее прииска панийского человека, работавшего в Константинополе, не должен был удивлять размер каких-либо мелких деревушек у варваров каких-то. Если бы соответственно город от силы не был бы размером приблизительно с Константинополь, я сейчас не стану утверждать, что он больше, чем Константинополь. Может быть, он даже меньше, чем Константинополь. Ладно, допустим, он даже в два раза меньше, чем Константинополь, хотя и ничто не указывает на такие размеры. В любом случае для прииска панийского этот город видится огромным, что указывает на то, что, скорее всего, этот город плюс-минус сопоставим с Константинополем. как половина Константинополя. Соответственно, две трети Константинополя равен чуть больше, чем Константинополь. Я не знаю. У меня нет оснований, на основании которых я мог бы это высчитать. но многие считают, что это селение, которое было, в общем-то, заселено еще с скифских времен Винницкой области недалеко от Немирова. Оно было площадью в 150 гектаров и, в общем-то, известно с древних времен. По всей логике, если это селение находилось через три реки от Дуная, через три крупные реки, одной из этих рек, кстати, был Днестр, то есть Тирос, значит, это не может быть где-нибудь в Венгрии. Ведь сейчас многие считают, что столица Атила находилась в Венгрии. Прииск Панийский опровергает возможность идентификации столицы Атилы с Венгрией, поскольку, чтобы добраться в эту столицу, Прииск Панийский вместе со всей этой вот группировкой переправился через три реки, среди которых был и Тирос, то есть Днепр. Есть версия, по которой соответственно считают, что Прииск Панийский добрался чуть ли не до Киева. Правда, не упомянуто, чтобы сей великий город, в котором правил Атила, находился возле огромной реки. Можно было бы представить, что это был один из городов киевского Амфиктиония, который соответственно находился не доходя до реки и просто дальше Атила не путешествовал. Можно что-то такое представить, хоть и маловероятно. Возможно, кто-то бы все-таки Аттиле сказал, что здесь уже рядом Борисфен, а Борисфен соответственно грекам был неплохо известен. По всей вероятности речь идет именно о Галиче. Поскольку и в скандинавских сагах и в ряде других источниках Галич называется Кенугард или Каганград, то есть царьград, славянский царьград. И неудивительно, почему Галич это царьград, потому что в нем правил Аттила. Христиане, приедя на наши земли, скопировали это понятие, но переадресовали его уже к Константинополю, потому что их царь жил в Константинополе. Поэтому, поэтому. В любом случае, если здесь, чтобы добраться в этот город, нужно было пересечь Тирос, то этот город не мог быть юго-западнее, соответственно, Тироса. Если нужно было пересечь Тирос, чтобы добраться в этот город, переправиться в этот город, то, соответственно, это территории от Одесской до Львовской области. Соответственно, Галич плюс-минус под это описание подходит. Ну, как бы да, прямого доказательства нет, но изучать можно и нужно, и все эти изучения еще я буду проводить. Осмысление. В любом случае, также известно, что Галич достаточно древний, во времена Киевской Руси он считался очень древним, и во времена Киевской Руси Галич был даже намного лучше развит, чем Киев. во многом потому, что Киев часто становился жертвой разных войн, и рядом хазары, которые обескровили Киев во многом. Ну, и плюс гражданская война, которую устроил Владимир со всей этой христианизацией. Все это также не лучше сказывалось на демографии Киева. А Галич долгое время оставался в культурном смысле превосходящим над Киевом. В былинах есть такие упоминания, что в Галиче все лучше. В Галиче и пиво в погребах не протухает, а, соответственно, в Киеве пиво в погребах все уже запахом. То есть... То есть... Ну, это тоже отдельная тема. И... возможно, это городище Бужан, то есть Волынян, возможно, еще какое-то городище. В любом случае, Приск Панийский пересек Тирос. В любом случае, это уже не территории Молдавии или Румынии. Конечно же, это не территории Венгрии, это территории Украины. Столица Аттилы находилась на территории Украины. Конечно же, Аттила мог иметь военные ставки и на территории Венгрии, и на территории Румынии, на территории Транссильвании, Валахи, где угодно. Какое-то время он, вероятнее всего, имел военную ставку недалеко от каталогских полей. Ну и что с того? Но столица Аттилы находилась соответственно на территории Украины. Поэтому и в культурном смысле, и в территориальном смысле история Аттилы это часть истории Украины. Неплохо было бы точно атрибутировать этот город и неплохо было бы соответственно как до массового народонаселения это дело донести. Так в общем-то и из этого можно было бы сделать неплохой туристический бизнес. Так как греки очень неплохо зарабатывают на своих руинах. Арабы проживающие в Египте в общем-то тоже неплохо зарабатывают на египетских пирамидах. Арабы это те кто загеноцидили коптов сделали из коптов вот такую фактически гонимую общину на территории своей же родины и при этом арабы активно зарабатывают на египетских пирамидах. Арабы верблюды все вот эти дела которые к Египту классическому фараонскому да даже эллинистическому даже раннехристианскому какому-то вообще не имели никакого отношения но они на этом зарабатывают англичане зарабатывают на полуримском полусарматском принце Артуре как бы россияне сейчас пытаются себе всех присвоить у них и рюрик значится как первый монарх российского государства они это на полном серьезе своей википедии пишут и владимир один из российских монархов по их пропаганде владимир который на территории москвы ни разу не был владимир который ни с одной царевной лягушкой с мошковских болот не целовался владимир один из их монархов по их пропаганде в москве ставят памятники владимиру при том что правда в том что владимира не существовало вот так то он в большей степени вальдемар даже чем владимир его можно называть вальдемаром поскольку он контактировал соответственно с варяжским миром а в варяжском произношении имя владимир звучит как вальдемар и даже в таком произношении оно ближе к украинскому произношению владимир чем соответственно российское произношение владимир владимир великой как его ныне звуть чи просто владимир святославич очень сильно удивился бы узнав о том что он владимир первый ну первый христитель и один из монархов российского государства нынешнюю Россию как бы со своим государством он уж точно сопоставить не смог бы для в общем-то монархов Руси нынешняя российская федерация виделась бы скорее как какая-то вариация хазарского каганата или татаро-монгольской орды чем как что-то в общем-то связанное с ними но все же московиты зарабатывают как соответственно некоторый внутри российский эффект так и в общем-то зарабатывают деньги соответственно на культурно-историческом наследии по сути Украины а в Украине мне высказывают разные претензии о том что типа Аттила может быть не наш Арий у тебя мало доказательств Арий был тюрком плевать я хотел на тех кто в девятнадцатом веке сказали что Аттила был тюрком я цитировал Амиана Марцелина записав достаточно большое видео срывая горло все это дело цитирую и комментирую я сейчас цитирую Прископ Панийского ни тексты Амиана Марцелина ни тексты Прископ Панийского ни тексты Олимпиодора никого либо другого кто как-либо писал о данной теме не обозначают Аттилу как китайца монголоида тюрка или кого-то в таком духе согласно текстов Амиана Марцелина устанавливается практически тождественная связь между гуннами и аланами упоминается что гуны и аланы ведут практически одинаковый образ жизни и в общем-то аланы похожи на гунов но являются чуть более светлыми то есть видимо волосы чуть более светлые ну как бы и что с того у славянских народов у европейских народов в общем-то даже это можно сказать про украинцев и поляков что ну наверное у среднестатистического украинца и у среднестатистического поляка как бы волосы соответственно будут отличаться у поляков светлую сторону у украинцев темную хотя может быть светловолосый украинец может быть темноволосый поляк при том что это достаточно близкие народы при том что по крайней мере во времена речи посполитой многими украинцы и поляки воспринимались как единый народ так что материалы амиана марцелина они также связывают Алан и Гуннов и Роксолан ну и в общем-то прииск панийский как видим пишет о скифах и пишет о Аттиле как о скифском царе что есть гунны в труде прископанийского не особо хорошо и понятно это понятие упоминается но есть вероятность что это происходит от понятия хонором генус то есть славный народ возможно это имеет какую-то связь с понятием умный то есть союз но вот понятие умный то есть союз это максимально слабая версия из всех которую можно как-то рассматривать в данном контексте пока самая сильная версия которую которую я смог как-либо простроить и подтвердить это сопоставление название хонором генус с словом хонор которое было известно римлянам и которое в таком же смысле как достоинство сохранялось и в речи посполитой и в таком смысле хонором генус это славный народ или народ славян идем дальше идем дальше мы приехали в огромный город в котором находились хоромы аттилы пишет человек который неплохо таки знал огромные города мы приехали в огромный город в котором находились хоромы Аттилы, они были, как нас убеждали, пышнее всех дворцов, что имел Атттила в других местах. Построены из бревен и хорошо выструганных досок, окруженные деревянным забором. Недалеко от ограды была баня, которую построил приближенный Атттилы Агнисий, пользовавшийся у скифом большим влиянием после Атттилы. Камни для нее были привезены из земли пионов, этот материал у них привозной. Что из этого видим? Во-первых, видим иерархию. У нас есть Махаксенес, император Атттила, у нас есть министр иностранных дел Эдикон, отец Одуакра, и у нас есть Анигисий, Агнисий или Янигаст, который был премьер-министром при Аттиле. У Аттилы больше того не один дворец, а много, что в общем-то неудивительно. У наших предков был ряд стольных городов. И, конечно же, такое понятие фактически происходит еще от территориального дробления еще скифии. И далее сохранялось в той или иной версии, в той или иной степени еще во времена уже Киевской Руси. Какие-то города теряли свой статус стольного города, какие-то приобретали. И в каждом из таких городов, где вследствие своей деятельности мог останавливаться Аттила, у него был свой дворец. Вот такие как бы варвары, вот такие как бы кочевники. Этот дворец был построен, как свидетельствует прииск Панийский, из бревен. Ну, в общем-то, деревянными были многие сооружения и в княжем Киеве. Именно поэтому мало что от тех времен до нас досталось. Если берем другие какие-то города нашего региона, и тем более более северных регионов, то они еще достаточно долго также были деревянными. Даже Варшава и Москва долгое время были деревянными. Ну, конечно же, Варшава раньше стала каменной, чем Москва. Но это уже другие истории. В любом случае, египтянам было хорошо, поскольку у них камень, и было плохо, поскольку у них мало строительного леса. Даже, соответственно, в еврейское царство, чтобы построить храм, лес доставлялся из других земель. У наших же предков, наоборот, с камнем в некоторых областях было туговато. И, с другой стороны, когда уже наловчились изготавливать сооружения из дерева, то как бы зачем что-то лишнее придумывать. Поэтому достаточно долгое время города были преимущественно деревянными. Что видим и в данном случае. Дальше упоминается баня. Баня упоминается и в повести временных лет. И греко-римские бани были несколько другими. А здесь упомянута именно баня, больше свойственная к, соответственно, славянам. И дальше, уже во времена Нестора Литописца, греки фактически потеряют представление о банях. Там, вследствие христианства, это все исчезнет. Поэтому для Нестора Литописца славянские практики принятия бани будут казаться какими-то варварскими самоистязаниями. И, как видим, Аттила тоже любил попариться в баньке. Почему бы и нет? При въезде в город Аттилу встречали девушки, шедшие рядами под тонкими белыми и очень длинными тканями. Под каждым покрывалом, которые поддерживались идущими с обеих сторон женщинами, находились по семь и более девушек, певших скифские песни. Таких рядов под покрывалами было очень много. Когда Аттила приближался к дому Анигисия, навстречу ему вышла жена Анигисия с толпой слуг. Они несли блюда, другие вино. У скифов это считается величайшей почестью. Она встречала его и просила отведать доброжелательно принесенные ею угощения. Чтобы сделать приятное жене своего придворного, Аттила поел, сидя на коне, пригнувшись также и... Пригубившись также и возвышенную ему чару вина. После этого он отправился во дворец, который от других построек отличался высотой и находился на возвышенном месте. Ну, во-первых, можно еще коснуться имя вот этого Анигисия. Уж больно оно похоже на какие-то славянские или скифские темы с Огнисай или Янигаст. Чем на какие-нибудь китайские Хуаньхэ, Сяси, Цзяньпинь и всякое такое. Имя Анигисий. Если Анигг это является искажением от Агни или Огни, а Приск-Панийский мог исказить. Все это то, что я сейчас цитирую, это Приск-Панийский записывал не вживую. Это Приск-Панийский записывал спустя годы после того, как побывал в данном посольстве. Ну, еще потом кто-то переписывал, это все, так сказать, так же могло потеряться, измениться. Поэтому-поэтому. Поэтому можно реконструировать имя Онигисия как Янигаст или как Агнисай. Так или иначе, в этом угадываются именно славяно-скифские мотивы и корни. Женщины, идущие под покрывалами и поющие песни. В ведической традиции есть схожий обычай. Вот только там, соответственно, женщины идут не под покрывалами какими-то, а под стяговыми полотнами. На этих стяговых полотнах изображается, соответственно, геральдический символ правителя. По некоторым версиям, в геральдике Аттилы присутствовала версия флага, где изображался золотой птах на белом фоне. В других случаях изображался черный птах на желтом фоне, изображался золотой птах на красном фоне. Но была, видимо, версия, где изображался желтый птах на белом фоне. Белый цвет также позднее присутствовал в геральдике, соответственно, Польше и Великого княжества Литовского. И птах там также присутствовал. Поэтому, в общем-то, можно провести какую-то такую параллель-аналогию и посчитать, что белый цвет был одним из геральдических символов Аттилы. Возможно, это как символ некой благости, символ некой чистоты. Дальше будем видеть, что Аттила также любил соблюдать аскетичность. Возможно, белый цвет в его личной геральдике, точнее, в его личной версии имперской геральдики, также был связан с чистотой. Наличие ряда отличающихся геральдических мотивов в геральдике одного и того же человека не должны быть удивительными. Поскольку ведическая геральдика допускает и существование флага, допустим, империи, и существование личной вариации того или иного правителя, флага данной, допустим, державы. И кроме того, что существует флаг державы, и вариация этого флага в контексте лично правителя, может существовать еще родовой герб, родовой флаг самого этого князя. Поэтому все может быть весьма сложно, ну или весьма понятно, если это знать. То, что, соответственно, от силе поднесли хлеб и соль, образно говоря, это также традиционный украинский обычай, который имеет параллели у других славянских народов, который заимствован и россиянами, но который, в общем-то, к ним имеет мало культурного отношения. Их предков, кто-то называет андрофагами, кто-то еще как-то. Вот на их территории когда-то было государство Юебань, по данным нынешних историков. Поэтому там можно по-разному относиться. Конечно, на территории захваченной Российской Федерации были и славянские государства, но то уже другая история. И сколь нынешняя Московия как раз продолжает политику людоедов-андрофагов, то славянские обычаи с хлебом и солью никакого отношения к ней не имеют. Тем не менее, иногда московиты пародируют данный обычай. Для славян же он является традиционным, коренным и, как видим, от силы придерживался данному обычаю. Его родичи придерживались данному обычаю. То есть, ему навстречу выходили петь скифские песни. Приск по-нисски не пишет, что вот тут все говорят по-скифски, но тут вышли эти какие-то си-цзэнь-пини. Они пели хоньхэ, си-цзэнь-пинь, зянь-цзэминь, кун-фу-цэй, сунь-цзэй, дао-лао, все вот такое вот. А вместо этого они пели скифские песни. Если бы от силы был бы тюрком, тем хуже китайцам. Зачем ему скифские песни? Это чуждые были бы ему песни. Это песни одного из подчиненных им народов. Это все равно, как если бы триумфально возвращающегося в Рим Цезаря встречали бы, не знаю, с какими-то финикийскими карфагенскими песнями. Римляне так не делали. Если кто скажет, что данная аналогия не совсем правильная, потому что, типа, как бы, Цезарь возвращается в Рим, скажу, что нет. Дело в том, что Цезарь и другие римские императоры в захваченной ими Галии, в захваченной ими Иллирии и других странах также строили все по образу и подобию Рима. И когда они осуществляли там какие-то процессии, там им пели их, в общем-то, римские песни на латинском языке. Но столица Аттилы находилась на территории Украины, и ему пели скифские песни. Как бы нигде не указано, что где-то у Аттилы еще были какие-то китайские владения, китайские интересы. Нигде не указано, что он путешествовал на родину предков Китай. Никаких, в общем-то, сведений, связывающих Аттилу с Китаем, ни у Прископанийского, ни у Амиана Марцелина, ни у Йордана, ни у кого не существует. Эти мотивы выдуманы в XIX-XX веках. Вот такие вот дела. Мы прибыли в огромный город, в котором был дворец Аттилы. Он был, как уверяли нас, великолепнее других дворцов, которые имел Атттила в других местах. Он был построен из бревен и досок. Это я уже читал. После дома царского самый отличный был дом Анигисия, также с деревянной оградой. Но ограда была не укрепленная башнями, в отличие от Аграды Аттилы. То есть, получается, тут несколько неверно, когда Приск описывает это просто как дома. Нужно воспринимать это скорее как небольшие укрепленные такие крепости, типа Детинцы. Потому что Прископанийский отмечает, что, соответственно, дом Анигисия отличался от дома Аттилы тем, что ограда этого дома не была укреплена, в общем-то, башнями, в отличие от дома Аттилы. А значит, дом Аттилы – это не дом в классическом смысле слова. Это не дворец, если вы возьмете за образец, не знаю, какой-нибудь Петропавловский дворец в Российской Федерации. Это укрепленный, если хотите, замок. Это некая крепость внутри крепости. И, по всей вероятности, дом Анигисия также имел особенности крепости, хоть и менее укрепленной, менее защищенной, чем, соответственно, крепость Аттилы. Недалеко от ограды была большая башня, построенная Анигисием, имевшим после Аттилы величайшую силу между скифами. Он привез для этой постройки камни из земли пионской, ибо у варваров, населявших здешнюю страну, нет ни камня, ни леса. Материал же этот употребляется у них привозной. Архитектор, строивший, ну, это уже вообще не важно. Короче, тут Приск Панииский опять проявляет свою ксенофобию, называя людей с другой, чем у него культурой, варварами. При том, что, как видим, у них есть города, у них есть крупные постройки, фортификационные постройки, у них есть иерархия, у них есть обычаи, у них есть традиции, у них есть всё, что делает из них государство, что делает из них народ, что делает из них культуру, не меньшую, не слабейшую, чем, соответственно, римляне или греки. Многие из них весьма высокообразованные люди, которые знают не только свой язык, но ещё и греческий. Многие из них, вероятнее большинство, но здесь нет на это указания, это уже я от себя добавляю, все большинство из них, по крайней мере, умеет писать и читать. В общем-то, как показывает сравнение, как показывает анализ из разных источников, наши предки тех времён не то, что не уступали грекам и римлянам по уровню культурности и цивилизованности, но превосходили этих самых греков и римлян. Ну и также то, что для построек всех этих использовалось не местное сырьё, а привозное, также показывает, что была налажена неплохая логистика. Если бы это были варвары, они бы не смогли наладить логистику, они бы, не знаю, убивали бы просто друг друга, грабили бы. Заметьте, как просто, если вы почитаете Приска Панийского, изменится понимание фактора Аттилы. И из такой вот кочевой орды, которая кочует в кибитках, которые злые, которые... Даже у Амяна Марцелина гунны представлены как постоянно кочующие, которые боятся зайти в дом, которые всю жизнь проживают на коне, и куда это всё девается, когда Приск Панийский приходит не просто во временную какую-то, не знаю, военную ставку или вместо кочевьев Аттилы, а когда Приск Панийский прибывает, как он говорит, в огромный город, где есть и укреплённый замок Аттилы, и укреплённый, считайте, замок, правда, и меньше укреплённый, чем у Аттилы, замок Анигисия, и Бани, и много чего другого. Соответственно, что характеризует это поселение как город, где проживает много, в частности, женщин? Эти женщины могут скоординированно осуществлять действия, потому что, казалось бы, ну что может быть проще, чем выйти и попеть, и походить под геральдическими полотнищами? Ну, на самом деле, чтобы так это всё скоординировать и срежиссировать под приход Аттилы, эти женщины также должны были не раз это всё репетировать. То есть, это своя цивилизация, со своей культурой, со своими обычаями, которых греко-римляне просто не понимали. Но по развитости, эта цивилизация ничем не уступала греко-римской. При въезде в город Аттила был встречен девами, которые шли рядами под тонкими белыми покрывалами. Под каждый из этих длинных покрывал, поддерживаемых руками по обеим сторонам женщинами. Было до семи или более дев, а таких рядов очень много. Сие девы, предшествуя Аттиле, пели скифские песни. Когда Аттила был возле дома Агнисия, ну, в общем-то, это уже было. Между тем, как я был тут и прохаживался перед оградой дома, подходил ко мне человек, «Которого, судя по скифскому платью, принял я за варвара. Он приветствовал меня на эллинском языке, сказав хэре». Ну, то есть, по-гречески это «радуйся». Тут вообще можно провести как бы параллель греческого приветствия хэре, и, в общем-то, «Харе Кришна, Харе Кришна». А ведь вот это «хари», которое используется в индийских разных песнях и мантрах, это также древняя штука, которая имеет по смыслу и по звучанию очень сильную параллель с греческим хэре. Но это уже более широкая параллель. Однако тут важно, что скиф может приветствовать, в общем-то, в общем-то, по-гречески. И также важно, что тут встречаются люди из разных областей владений от силы, и встречаются и даже беглые эллины и римляне. Далее мы остановились в доме Анигисия по его просьбе. Мы были приняты супругой Анигисия и ближайшими родственниками, и пообедали с ними. Анигисий не имел времени оперовать с ними, потому что впервые после возвращения увидел Аттилу и докладывал ему о делах. На следующий день я отправился в двор Аттилы с подарками для него и жены по имени Крек. Женское имя Крек соответствует, в общем-то, имя древней кемерийской княжны Кирики, которая упоминается как волшебница, которая аргонавтов превращала чуть ли не в поросяток. Так может, она просто, соответственно, поставила перед ними, условно говоря, емкости с вином. А это уже они сами до поросячьего визга напились. Я не знаю, как там была история. Но с Кирикой связано пророчество, по которому говорилось, что в грядущие времена большинство людей уподобятся животным по своим ценностям и по своей жизни. Смотря на нынешнее человечество, я понимаю, что то пророчество было верным. Однако, гунское женское имени Креки соответствует и с именем Кирики, и имеет отдаленную параллель с именем Крака. И может быть, вполне себе женской вариацией данного имени. В любом случае, снова же, имя не какая-то Сюнь-Дзяня, не Дзянь-Сюня, или как-то так, а, соответственно, Крека. Я сомневаюсь, что можно без труда найти какую-нибудь знатную китайку Креку, или знатную, не знаю, монголку Креку. А вот знатную боспоро-калхидскую княжну Кирику найти можно без труда, которая в те времена жила в Таврике, к ней прибывали аргонавты, к ней прибывали всякие другие деятели, она описана в греческой мифологии, то были где-то седьмое столетие до нынешней эры. События, в общем-то, Прископонийского и Аттилы, это пятый век нынешней эры. Между Кирикой Кемерийской и Кирикой Гунской, Крекой Гунской, прошло приблизительно 1200 лет. А как видим, имена сохраняются. Сохраняются слова с корнем «мёд». И имя отца Аттилы, Маждак, Маджак, вероятнее всего, восходит к тому же корню, что и имя «мёд», которым звали племянника Кирики в частности. И что более позднее, уже литвинское имя «миндоуг». Ну, а это будет, соответственно, в материале про Маджака, Маждака отца Аттилы. А пока идём дальше. На следующий день я отправился в двор Аттилы с подарками для его жены по имени Крек. От неё у него было трое детей, из которых старший был во главе Акациров и других народов в припантийской скифии. Внутри ограждения было много сооружений, из которых одни были сделаны из красиво вырезанных досок, а другие из тёсанных и выровненных брёвен, вставленных в деревянные круги. Здесь жила жена Аттилы, меня впустили варвары, стоявшие у дверей. Она лежала на мягком ложе по выставности шерстяными коврами, по которым ходили. Царицу окружало много слуг. Сидевшие напротив её служанки на полу вышивали разноцветные узоры на полотняных тканях, которые набрасывали для украшения поверх варварской одежды. Подойдя к царице, я поздравил её, передал подарки и вышел. Итак, с чего бы тут даже начать? Сын Аттилы, который был во главе Акациров. Акациры. Акациры это те, кто происходили из, в общем-то, тех же историй, где была и Медея, Мадай, Агаэт, Аятай и Кирика, а именно от Агафирса или Агатырса, сына Агаэта. Так произошла династия Агатырсов, которая позднее владела достаточно обширными территориями, перед тем, как их вытеснили скифы уже к Карпатам. И с тех пор, получается, до времен Аттилы существовали рода, подчиненные теми или иным вариациям династии Агафирсов. На времена Аттилы потомки династии Агафирсов уже назывались Акацирами. Что важно отметить. Дальше в общем-то важно отметить, что внутри считаем замка Аттилы было очень много сооружений. Пусть они и деревянные, но все равно. Значит тут речь идет уже не о домике, вокруг которого всего лишь ограда, а речь идет о полноценном замке, где видимо есть помещение для самого Аттилы, для каких-то его встреч, для каких-то мероприятий с знатью. Там есть отдельно соответствующее сооружение для жен Аттилы и в частности упомянута та, которая находилась в этом селении, к которой пришел Приск Панийский. И она была в соответственно богатом здании, у нее было много слуг, на полу лежали ковры и ее служанки вышивали. Вышивали узоры на неких полотнах, которые иногда накидывались варварами поверх одежды. Если вы посмотрите допустим экранизацию Махабхараты или Рамаяны, вы увидите, что индусы часто носят шарфики. Индусы. В Индии, где шарфы им отнюдь не нужны из каких-либо соображений холода тепла. Шарфы им там нужны именно в дань традиции. Поскольку еще во времена исхода их предков из Трипольской культуры их предки носили вышитые их женами шарфы разного цвета. Цвета этих шарфов указывали и вышивки на этих шарфах указывали на соответствующие и династические и другие аспекты жизни и деятельности. их носителей и в принципе в Махабхарате есть даже сюжет когда Арджуна забирает шарфы у кауравов и тех кто были с ними. Так что так. Поэтому шарфы использовались эскифами и в общем-то как некоторые атрибуты священнослужителей в рахманской традиции специализированные шарфы используются до сих пор. Где есть оранжевые шарфы, где есть фиолетовые шарфы, где есть темно-красные шарфы, фиолетовый шарф с золотой вышивкой это для священнослужителей такого базового уровня. Соответственно шарф темно-красного или вишневого цвета для священнослужителей высшего уровня и соответственно оранжевый шарф для священнослужителей среднего уровня. Все это соблюдается в рахманской традиции в общем-то до нынешних времен. Кроме того отчасти данная история даже похожа на вышивание рушныков. И в общем-то снова же те кто говорят что Аттила был казахом те кто говорят что Аттила был китайцем или кем-либо вот оттуда с востока пожалуйста приведите мне примеры особой популярности вышивки вышивок рушныков шарфов ну допустим в Китае и в сопредельных с ним странах. Как бы это не то чтобы особо и было. Я знаю что своя специфическая вышивка или ее аналоги в древности были практически у всех народов. но вот есть случаи когда как бы красивость и некая стильность одежды осуществляется благодаря тому что это допустим шелковая одежда одежда из разных цветов и все такое это что касается больше восточных народов. А есть когда в общем-то одежда может быть простая вроде как бы то есть льняная но на самом деле на этой льняной одежде делается вышивка и чем более знатная вышивка чем более знатные орнаменты тем более это показывает соответственно превосходство того кто ее носит. Поэтому качественная вышивка для славянской ведической культуры настолько же важна как допустим качественность разноцветность шелков разных бархатов и всего для юго-восточных народов. Так что в общем-то то что служанки царицы заняты вышивкой это также соответствует именно славянским ведическим мотивом а не восточным не тюркским и не китайским. Далее Приск Панийский пишет «Я пошел в другие палаты где жил сам Аттилач чтобы подождать когда выйдет Анигисий потому что он там находился я стоял среди толпы людей поднялся шум и шум сообщивший о выходе Аттилы он вышел из дворца выступал гордо и бросал взгляды туда и сюда его сопровождал Анигисий когда Аттила остановился перед дворцом к нему начали подходить люди имевшие иски между собой и получили его решение затем он вернулся во дворец где начал принимать варварских послов приехавших к нему итак итак опять варвары хотя как бы варвары имеют государственную структуру не хуже чем римские императоры Аттила общается с представителями своего народа к Аттиле приходят послы Аттила судит относительно важных каких-то спорных вопросов его державе тут куча чиновников так какие же это варвары где кони где степь где скачка вот просто по степи во имя того чтобы скакать по степи потому что мы такие гуны варвары которые скакают по степи где вот это все почему не описано чтобы приск по низке за Аттилой скакал по всей степи до Китая и обратно и вот что-нибудь такое почему не знаю не описано чтобы гунны не знаю ели кобыл заживо или что-нибудь такое ну то есть нет реальный поход прископа низкого к Аттиле реальное пребывание прископа низкого в гуннской державе в гуннской столице в отличие от тех мифологизированных россказней и сказок которыми пользовался Амиан Марцелин проявляет как раз Аттилу как цивилизованного лидера цивилизованной скифской империи скифской державы когда все рассеялись по порядку пришел виночерпий и подал Аттиле чару вина взяв его он приветствовал первого в ряду тот поднялся с места после того как был отмечен такой же почестью второй гость и последующие Аттила почитал и нас наравне с другими такими же приветствуемыми по порядку места для остальных варваров и для нас были приготовлены роскошная еда сервирование на круглых серебряных подносах но Аттиле подавалось на деревянной тарелке и во всем остальном он проявлял неприхотливость так например гостям подавали рюмки золотые и серебряные а его бокал был деревянным одежда его была простой и ничем не отличалась от других кроме чистоты ни меч висевший сбоку на перевязи варварской обуви ни уздечки его коня не были украшены как у других скифов золотом камнями или какими-нибудь другими ценностями и так что здесь видим здесь видим скифские обряды которые потом встречались и у казаков когда соответственно казаки приветствуют гостей и по кругу проявляют уважение друг к другу соответственно это важно и для того чтобы познакомить широкую аудиторию снова прибывшими какими-то гостями и так далее когда глава собрания поднимает условно говоря тост и поднимается там один из его знакомых он называет его имя что-то про него говорит ну и дальше то есть у казаков это было и это ну неплохой элемент чтобы всех познакомить подружить так сказать дальше аскетичность Аттилы также может быть важна в плане того что он как правитель показывал что он не стремится скапливать какие-то богатства для себя как некий другой призыв к собственно большей аскетичности но видим это все не потому что Аттила его держава состояла из каких-то нищих бомжей наоборот у них была куча серебряных тарелок блюд на которых приносились травы для в общем-то кушания остальных людей а вот Аттиле принесли соответственно деревянной тарелки и также у него была обычная емкость для питья а у всех серебряные из этого видно что он демонстрировал максимальную аскетичность собственно некоторая аскетичность зафиксирована и за Митридатом Евпатором и за князем Святославом и за некоторыми другими скифскими царями что показывает их духовность их аскетичность их нацеленность на государственные духовно-философские вопросы и непривязанность к в общем-то обстоятельствам физического существования дальше ну тоже что одежда его была не украшенной такой как у всех это полностью соответствует тому как дальше византийцы будут описывать князя Святослава Дальше Когда было съедено страва положенная на первых тарелках мы все встали и не садились на свои кресла до тех пор пока каждый гость не выпил по бокалу вина пожелав здоровья от Тили Почтя таким образом мы сели С наступлением вечера были зажжены факела и два варвара став на середину напротив от Тилы спели песни в которых восхвалялись его победы и воинские доблести участники пира смотрели на них и одни восхищались песнями другие вспоминали воины одобрявшись ободрявшись духом какие-то проливали слезы ну то есть снова же как у славян как у казаков которые пели о своих походах о своих победах как у тех же викингов которые позднее будут петь саги о подвигах конунгов так и у Аттилы были свои если хотите скальды которые составляли песни о его деяниях и присутствующие которые имели сопричастность к этим деяниям вспоминали и радовались или горевали ну потому что у кого-то погибли его близкие ну а кто-то добился важных результатов и карьерного роста так что для всех одни и те же события могут иметь весьма разные оттенки и аспекты на следующий день мы пришли к Анигисию и сказали что нас нужно отпустить и не заставлять зря тратить время он ответил что Аттила хочет нас отправить через три дня после ночного пира мы были отпущены с приличными дарами ответ Аттила императору Византии Цезарь Феодосий рожден от благородного отца что и он сам Аттила благородного происхождения будучи наследником отца своего Мунсдука сохранил благородство во всей своей чистоте феодосий феодосий напротив потерял благородство попав к Аттиле в рабство и обязан платить ему дань так что нехорошо делать что подобает плохому рабу тайно и коварно кует бедствие на то на того что лучше его судьба сделала его повелителем в общем что тут важно что тут важно отметить что Аттила обращаясь к феодосию сообщает что царь феодосий рожден от благородного отца как и Аттила рожден от благородного отца великого князя Мунждука Мунздука Мадая Маждака как его по-разному интерпретируют но Аттила сохранил свое благородство во всей своей чистоте а феодосий потерял достоинство и феодосий будучи рабом Аттилы который обязан платить дань Аттиле вместо того чтобы в открытую или попытаться провозгласить независимость и сразиться с Аттилой а феодосий всего лишь как жалкий подлый раб замышляет против своего господина нехорошего чем в общем-то феодосий еще и еще раз демонстрирует свою более низкую сущность и более низкое положение чем у Аттилы если если в общем-то если в общем-то брать тему истории то в разные времена Павел Шафарик Юрий Гуца Александр Вельтман у Александра Вельтмана это 1800-1870-е годы в частности был труд который назывался Аттила Русь 4-5 веков свод исторических и народных преданий Дальше Дмитрий Иловайский Иван Билык Григорий Василенко А. Кондратенко очень качественный историк популяризатор как он себя называет автор с канала История Руси а также автор канала ШИУ Шокирующая история Украины все эти древние и указанные современные авторы и исследователи сходятся на единственном на славянском факторе и славянской сущности империи гуннов поскольку не замечать то что гуннская империя это и есть славянская империя можно только лишь при двух условиях или если вообще не касаться данного вопроса и доверять официальной устоявшейся трактовке или если сознательно пытаясь не замечать факты пытаясь не замечать все древние источники в наглую сватать аттилу в татаро-монголы хоть и древние георгий вернянацкий в своей древней руси писал что к сожалению у нас имеется весьма скудная информация об экономической жизни азовского региона тавриды и территории северного кавказа в годский и ранее гуннский период мы можем лишь предположить что в это время как в предыдущие и последующие периоды через регион Азова проходил ключевой торговый путь между русским севером и Левантом и что меха составляли важную часть этой торговли этническая структура населения региона изучаемого нами была разнообразной племена обладающие значительными различиями были объединены под политическим контролем гуннов присутствовали некоторые остатки местных племен как например меоты также греки бывшие потомками колонистов скифского периода остатки германских племен подобных готам и герулам множество аланских общин частично смешанных с племенами с местными племенами северокавказского региона как например с косогами черкесы как нам известна часть алан или ас смешались с славянами антами поэтому когда мы встречаемся с свидетельствами относительно ас или антов не всегда ясно подразумеваются ли иранцы славяне или смешанные иранославянские племена международное значение гуннского вторжения отчасти определило далеко идущее изменение в положении соответственно анско славянских племен уничтожив могущество астготов гуны предположительно предположительно так гуны предотвратили возможность германизации антославян в Южной Руси более того остатки иранских племен в Южной Руси также были ослаблены значительная часть Алана вдвинулась на запад следуя исходу Готов в результате роль иранского элемента в жизни аст илианских племен уменьшилась в то время как славянское влияние возросло эпоха гуннского вторжения являлась таким образом в определенном смысле периодом освобождения восточных славян не только от Готского но и от Иранского контроля привлекая славянские подразделения в свою армию и используя их в качестве вспомогательных компаний гунны научили военному духу антославян существует разноголосица мнений относительно этничного состава гуннской орды некоторые ученые считали их монголами паллас бергман биар нойман хворд другие уграми а еще одна группа славянами забелин иловайский флоринский ну и некоторые тюрками так соответственно говорит вернадский гв в своем труде древняя русь в своем труде древняя русь то есть вернадский гв тут попытался создать какую-то компромиссную версию взгляда на гуннскую историю он пытается истрактовать что да были вот эти так сказать гунны и что они якобы смогли спасти славян с одной стороны от германизации с другой стороны славяне на тот момент были весьма иронизированы и они вот как-то ослабили вот этот иранский фактор но при этом он и упоминает что они типа использовали славян в своих военных походах и типа привили славянам военизированный дух но с другой стороны он не задумывается о одном таком интересном факте что если бы здесь побывали столь значительные массы условных азиатов условных прото-татаро-монголов если бы соответственно существовали какие-то такие вот длительные периоды нахождения наших народов под контролем каких-то азиатов а если так смотреть на этот вопрос то гумская империя начинается от смерти буса белаяра как его называют асов до соответственно уже начала шестого века у асова современного российского такого исследователя славянских текстов существует неправильный взгляд на велесову книгу вследствие которого он выдумал мифологического персонажа бус белаяр если же вообще изучать велесову книгу и другие источники становится понятно что есть отдельно князь бус которого убили в общем-то воины германариха винитария а дальше за него уже мстил князь баламир которого соответственно асов интерпретировал как белаяр и об этом можно прочитать у годского историка Йордана я уже процитировал Амиана Марцелина сейчас я процитировал Прископа Нийского позже я планирую взяться и за Йордана и за некоторых других соответственно древних историков и позднее возможно за некоторых ну уже более поздних как например девятнадцатый век и возможно за осмысление результатов наработок некоторых уже историков современных если как бы хотите с других каких-то сторон еще попытаться взглянуть на гуннский вопрос можете в принципе ознакомиться с трудами человека который называет себя автор который является автором канала история Руси можете найти канал шокирующая история Украины сокращенно канал называется ЩИУ желательно писать на украинском языке через украинское И чтобы соответственно найти канал там они с разных сторон касаются вопроса в общем-то гуннского фактора как славянского фактора попытавшись оппонировать такому анализу в свое время Александр Полий выпустил видео Атила не Гатилу но я могу согласиться с тем что Атила не Гатила не Гатилу поскольку в общем-то такое имя как Гатилу для Атилы появилось уже тоже в нынешнее время но также и азиатская если хотите татаро-монгольская интерпретация Атилы также появилась уже фактически в недавние времена век девятнадцатый и особенно распространилась век двадцатый если же взять большинство из старинных изображений и если же правильно даже проанализировать то что описывал Приск Панийский где Атила находится полностью во всем что касается скифов он живет среди скифов ему поют скифские песни он участвует во всех скифских обычаях обрядах соответственно у него придворные скифы и он сам называется скифским царем куда уж как сказать дальше а если взять соответственно того же Амиана Марцелина Амиан Марцелин также описывает что соответственно гунны которые жили между условно говоря между Доном и Днепром подчинили себе Алан которые жили за Доном а потом подчинили себе других и что они были с этими Аланами очень похожими во многом то есть у него нету тоже о том что гунны это китайцы и вот ни один древний автор такую теорию не выдвигал теория что гунны китайцы исключительно выдумана в конце 19 века Ар-Рахим Рахман Аллах Итак постараюсь сейчас прокомментировать ну и несколько зачитать выдержки из труда товарища Амиана Марцелина 31 часть его деяний текст который повествует о 375 378 годах ну я не буду цитировать вот просто полностью все я буду цитировать некоторые части и соответственно по ходу давать свои комментарии вы можете найти текст полностью ну и соответственно проверить не обманул ли я вас и в общем-то самим почитать может быть вы вычитаете что-то чего я не заметил например Амиан Марцелин это древний достаточно ну по крайней мере относительно историк который описывал события фактически переломных этапов истории римской империи и переломных этапов в начале великого переселения народов которые в общем-то положат конец существованию римской империи и начнут эпоху средневековья поэтому Амиан Марцелин в чем-то достаточно важный деятель но так или иначе о том кто такой Амиан Марцелин сколько историков его цитируют насколько Амиан Марцелин вошел уже в общем-то историю и историю истории и как бы и как бы можете почитать тоже википедии про самого Амиана Марцелина про труды Амиана Марцелина про критику трудов Амиана Марцелина Можете все это изучить и потом мне что-то так сказать предъявлять А можете просто написать стандартный комментарий автор что-то курил Ну так сказать Это комментарий который на данный момент уже не является даже проявлением какого-то остроумия того кто его пишет а просто лишь проявляет тупость того кто пишет такие комментарии во-первых вы даете понять что вы настолько тупые и настолько ограниченные что чтобы как-то помыслить о чем-то интересном вам нужно обкуриться какого-то дерьмеца но правда в том что если вы обкуритесь этого дерьмеца то ни одной внятной мысли вы осознать не сможете поэтому в общем-то спрашивая у меня относительно так сказать автор что ты курил вы просто показываете собственную умственную несостоятельность то есть по сути уже сами себя так сказать макаете в дерьмо и ну можете продолжать это можете писать какие-то более осознанные комментарии итак амиан марцелин 31 1 по сути 1 1 там амиан марцелин описывает некоторые мистические предзнаменования которые предвещали соответственно грядущую смерть римского начальника валента можно обратить внимание на то что амиан марцелин обращает огромный пласт своего внимания не на какие-то физически происходящие события а в общем на то что сейчас называется суевериями или народными приметами но все же начнут цитирования 1 семя и начало всего этого несчастья и многообразных бедствий вызванных яростью марса который своим пожаром сотрясает мир восходит как выяснено вот к какому событию племя гуннов о которых древние писатели осведомлены очень мало обитает за меотийским болотом в сторону ледовитого океана и превосходит своей дикостью всякую меру 2 так как при самом рождении на свет младенец младенца ему глубоко прорезают щеки острым оружием чтобы тем задержать своевременное появление волос на зароспцевавшихся надрезах то они доживают до старости без бороды без бороды похожие на скопцов члены тела у них мускулистые и крепкие шеи толстые они имеют чудовищный и страшный вид так что их можно принять за многих зверей или уподобить тем грубо отесанным наподобие человека чурбаном которые ставят на краях мостов и так уже фактически первые два абзаца труда Марцелина и тут есть что прокомментировать и есть что осмыслить во первых начало всего этого Марцелин связывает с Марсом греч точнее римское название Ареса и связывает соответственно с каким-то племенем которое по его описанию проживало за Меотийским болотом что значит за Меотийским болотом нужно тогда подумать а с какой стороны римлянин мог смотреть на Меотийское болото как тогда иногда называлось Азовское море чтобы понять а где находится же собственно вот это за и как бы поначалу может показаться что римлянин наверное смотрел на Меотийское ну то есть на Азовское море с запада почему мы так можем посчитать потому что мы люди которые привыкли к картам к атласам и к всему такому и несмотря на то что сейчас среди нас куча адептов плоской земли но большинство людей по крайней мере имеет базовые географические представления и тем не менее у нас в языке часто сохраняются какие-то все равно странные высказывания касательно допустим называть греческих философов западными называть допустим некоторых соответственно даже каких-нибудь египетских и еврейских мыслителей восточными да сейчас постепенно такие всякие названия редуцируются постепенно люди стараются писать более точнее без вот этих обобщающих штук и по большей части под словом восточная философия уже имеются ввиду какие-то китайско-индийские штуки но если взять еще труды 19 века то там восточную философию записывалось все в общем-то от египта и аравийского ислама до китая и японии поэтому такие понятия как восток запад иногда несколько хромают мало вероятно что у амиана марцелина была сколь нибудь вменяемая карта да и кроме того если посмотреть на карту Дионисия Перегета иногда подобные штуки могут больше внести неясности чем ясности кроме того можно еще обратить а что находится в той стороне за Азовским морем или как пишет Марцелин за Меотийским болотом а находится дальше дальше в той стороне Северный океан значит нужно предполагать что Марцелин смотрит на территории за Азовским морем с юга то есть территории Боспора или Крыма где соответственно римляне могли присутствовать и несмотря на то что они по большей части имели военное представительство именно в Херсонесе то есть в западном Крыму но маловероятно что Марцелин мог ориентироваться на труды кого-то кто побывал в Херсонесе тогда это регион был достаточно такой себе а вот то что он мог ориентироваться на труды кого-то кто побывал в Боспорском царстве очень даже вероятно и тогда соответственно по другую сторону Азовского моря это территории собственно Украины от Днепра до Дона территории где ряд других авторов и как можно посмотреть в других местах даже сам Амиан Марцелин обозначает что там проживает народ Роксоланов просто дело в том что как бы Марцелин не был в курсе всех политических изменений в Северном Причерноморье и получается от одних авторов он знал что там когда-то проживали или до сих пор проживают Роксоланы от других авторов он знал что там вроде как бы появились некие которые называются гуннами нюанс еще в том что Марцелин отмечает что древние авторы о них или не знают или знают очень плохо из этого вероятнее следует предполагать что под таким названием действительности славяне не были известны греко-римским авторам греко-римским авторам славяне в первую очередь были известны подсобирательным образом скифов сарматов или в крайнем случае германцев если речь идет о западных славянах в общем-то поэтому венеды в разных западных интерпретациях и считаются германским племенем вандалов хотя с другой стороны можно также у западных этих греко-римских авторов отметить что в свое время вандалы и аланы создали общее государство и если предположить что аланы это такие вот ну просто иродноязычные кочевники почти персы вот такие вот сарматы аланы такие все иродноязычные такие все вот просто степняки а вандалы это германцы естественно аланы разговаривают на своем каком-то иранском языке вандалы должны разговаривать на своем германском языке эти люди попросту не смогли бы даже объясняться ладно еще можно предположить между ними какой-то временный военно-политический союз но представить как два абсолютно изначально чуждых народа создадут относительно крепкое государство в котором они будут попросту смешиваться на самом деле не отмечая между собой никакой существенной разницы вот предположить такое очень даже сложно можно взять например пример чехов которые проживая в достаточно сильном немецком окружении все равно смогли сохранить свою славянскую самобытность и в общем-то можно взять другой пример пример Силезии когда по сути поляки очень серьезно немечились а чехи несмотря ни на что держались поэтому тут как бы тут как бы ситуации бывают разные но даже пример немеченных поляков в Силезии не означает ничего потому что да можно ассимилировать как бы любой кусочек другого какого-нибудь народа но народ с чуждой языковой принадлежностью по возможности всегда будет сопротивляться что видно отчасти и на примере Силезиан которые в общем-то многие из них сохраняли все равно свои польские этничные аспекты самобытности ну и чехов которые так и сохранили на территории Германии есть и другие и были точнее и другие рудименты славянских языков и славянских народов какие-то рудименты в Европе существуют даже в виде басков и других которые вообще относительно малочисленны и это именно рудименты былых каких-то крупных народов но они есть и они не желают смешиваться а тут получается историки говорят о том что вот взялись иранцы взялись германцы и говорят а давайте-ка смешаемся бредово бредово если же предположить что и те и те плюс-минус одной культурно-языковой общности и имеют различия ну где-нибудь как украинцы с теми же чехами то почему бы и нет почему бы не смешаться не синхронизироваться и в общем-то не развиваться дальше если ситуация того требует ну и также упоминание гуннов у Марцелина можем себе учитывать гунны-гунны но в латинском оригинале он пишет хонорум генус хонорум генус можно и нужно перевести единственным допустимым вариантом как это можно перевести с латинского языка от слова хонор и от слова генус то есть народ хонорум генус дословно славный народ или если хотите народ славян также Марцелин пишет что соответственно гунны живут по сути между Азовским морем и Северным океаном под Северным океаном тут как бы теоретически можно попытаться представить и Северно-Ледовитый океан но с другой стороны нужно понимать что в те времена римляне и о Скандинавии вменяемых представлений не было Северным морем для греков и римлян было Балтийское море которое по их представлению дальше омывало Скифию и где-то там шло дальше 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 по представлению самых разных картографов соединялось чуть ли не с Каспийским морем что в общем-то можно видеть и у Дионисия Перегета а по представлениям более поздних все равно окаймляло Азию и где-то там соединялось с морем уже возле Индии и вот так омывало Евразийский континент то есть представление о том что Евразийский континент это полностью омываемая суша у грекови римлян было в чем виден рудимент видимо каких-то древних ведических знаний а соответственно вменяемых представлений о очертаниях этого континента у них не было ввиду того что во-первых очертания на протяжении тысячелетий менялись и получив общее представление от древнейших каких-то индоевропейских источников греки и римляне не могли во-первых у них уже сохранялось далеко не полностью все а во-вторых они не могли сопоставить древнее знание с существующей на их времена реальностью так чтобы это было более-менее адекватно так что так но идем дальше однако все равно если возвращаться к этой теме то соответственно если гуны живут между Меотийским морем и Северным океаном то ну вероятнее всего это они живут между Азовским морем и соответственно Балтийским морем между Азовским и Балтийским получается регион который в более поздние времена будет называться Великое княжество Литовское а еще чуть позже Речь Посполитая вот как-то так то есть территориально можно это сопоставить Идем дальше Три Это один три При столь диком безобразии человеческого облика они так закалены что не нуждаются ни в огне ни в приспособлении не в приспособлении ко вкусу человека пищи они питаются корнями диких трав и полусырым мясом всякого скота которое они кладут на спины коней под свои бедра и дают ему немного попреть четыре никогда они не укрываются в каких бы то ни было зданий напротив они избегают их как гробниц далеких от обычного окружения людей у них нельзя встретить даже покрытого камышом шалаша они кочуют по горам и лесам с кобылами скалыбели приручены переносить холод голод и жажду и на на чужбине они на чужбине входят они под крышу только в случае крайней необходимости так как не считают себя в безопасности под ней итак это у нас были материалы с третьего ну точнее третий и пятый абзац Амиана Марцелина тут можно начать комментирование с конца упомянуто что якобы гуны не считают себя в безопасности под крышей ну как сказать другие греческие авторы описывали разные сказания как и касательно боспорских царей так и касательно некоторых скифских царей эти сказания в некоторых случаях отличались в точности до наоборот а в других случаях в принципе все равно можно понять что у них есть какой-то общий прототип какая-то общая суть можете поискать что рассказывается в общем-то про тему с Евмелом и сопутствующих историях во времена Ариафарна это история боспорского царства и народа сираков там есть сюжет который есть и касательно соответственно западных славян который можно видеть и касательно балканских славян то есть человек не понимающий славянскую культуру описывает что якобы тому или иному славянскому правителю напророчили что он умрет например дома человек решает нет как бы не буду находиться на одном месте буду жить в колеснице строит себе такую достаточно пышную карету все дела путешествует в ней но что-то случается карета переворачивается и он умирает в карете карета на тот момент уже становится его домом так по сути он не желал умереть в доме но по сути в доме и умирает есть другая версия которая точности да наоборот звучит когда в общем-то человеку было напророчено что он умрет в своем седле и он после этого перестает пользоваться седлом перестает перестает потом на старости лет где-то достает это седло или случайно садится на это седло и умирает отчасти можно с этим даже сопоставить легенду о вещем Олеге и его коне где ему было напророчено что он умрет от своего коня и потом он умер от гадюки которая выползла из черепа его коня то есть какой-то такой сюжет есть какой-то вполне себе вероятно что у некоторых наших предков было какое-то такое сказание или такая история может восходящая к временам как раз Евмела Боспорского царя может быть к еще более ранним временам потому что эта история в виде разных схожих историй существует в разных культурах и в максимально таких уже совсем не похожих даже в индийских вариантах ну возможно в Индию это занесли скифы в более поздние времена а возможно это туда занесли еще во времена кемерийцев или еще чуть ли не во времена в Ясадевы поэтому в общем-то вполне возможно что база для данного сюжета очень древняя но суть этого сюжета не в страхе перед помещениями а собственно в философской идее что как бы некоторые люди стремясь как-то обхитрить судьбу в конце концов остаются с тем что им и было напророчено поэтому возможно Амиан Марцелин здесь также ссылается на какие-то подобного рода источники просто неправильно их понимая ну и вот эта вся история относительно того что гунны живут всю жизнь на конях это история вне комментариев это история которая невозможна но с другой стороны ровно также некоторые западные авторы описывают и Раскалан и Алан и другие формации славянских народов как предыдущих так и последующих времен из этого можно сделать вывод что те качества славян скифов которые греки могли увидеть те они и фиксировали и пытались возвести в абсолют они видели перед собой всего лишь скифскую военную конницу и они думали что наверное все скифы такие не понимая что соответственно в самой скифе есть и ремесленники и жрецы и правители и земледельцы и кого там только нет и есть и пехота своя пусть и незначительная но так или иначе есть и строители и все все что надо есть но с греками повстречались в общем-то воины всадники поэтому для греков все скифы всадники гунны также повстречались как всадники и соответственно также все гунны всадники относительно вот этого какого-то странного обряда по разрезанию щек еще в детстве ну это достаточно дебильненько выглядит похоже на какой-то извращенной версии обрезания но с другой стороны почему бы нет греки похожий обряд описывали у амазонок в плане выжигания одной груди а с другой стороны поскольку Амиан Марцелин в общем-то в своем труде упоминает и амазонок то понятно что он ориентировался не только на реально исторические сведения а и на всякие анекдоты сказки и прочее и прочее и прочее при этом между анекдотами мифами легендами и реальной реальностью как видим Амиан Марцелин не пытался провести какую-то черту поскольку в этом плане даже Геродот лучше Геродот при всем при том что он выдумщик при всем что есть в его трудах иногда он пытается как-то размышлять что вот есть такой-то миф но как такое что в этом мифе по крайней мере звучит не особо реалистично поэтому может быть в этом мифе есть такая-то реальная основа а все остальное миф этот даже не пытается и так разделять информацию всю сводя к единой вот такой полусказочной истории о злых злых злодеях которые и живут не по-человечески и всю жизнь проводят на конях на конях сношают жен на конях их жены видимо рождают им детей может быть это и кони какие-то сумчастые поскольку как жена должна рожать ребенка если она сидит на спине коня она как из влагалища прямо в спину коню должна этого ребенка выплевывать или как ну то есть возможно кони сумчастые надо было еще дописать возможно это вообще какой-то народ кентавров если кто не понял я сейчас несколько шучу над нелепостью и парадоксальностью данной истории я в одном из предыдущих видео так пошутил над тем что из каких-то чедей которые вроде как родичи гунов по данным википедии можно чуть ли не чуть попытаться вывести и мне там некоторые написали в комментариях да звучит логично но я там пытался показать совершенно другое потому что в Индии также например известен народ чеди и соответственно в Европе был известен народ квады то есть дело не в том что это все один какой-то народ который расселился везде дело в том что количество гласных и согласных в человеческих языках все-таки ограничено и какой-нибудь княжеский род Европы у которого на гербе изображен орел и какие-нибудь индейцы у которых тотемным символом также является орел отнюдь не являются дальними родственниками просто мир в котором мы живем имеет достаточно ограниченный набор символов звуков и всего что касается человека чтобы как-то обозначать свою причастность к чему-то поэтому в китайских языках было название в индусских народах похожее название было в Европе были несколько народов с похожими названиями причем в разные времена причем те народы уж точно не могли быть родичами в отличие например от герулов и элиров которые проживали на одних и тех же территориях и воевали потом за эти же территории и вот герулов и элиров можно непосредственно считать одним и тем же народом пусть и прошедшим проблемы при изгнании своих насиженных территорий из-за римского вторжения и проблемы взаимоассимиляции с германцами и некоторыми славянами ну и дальнейшие этапы попытки отвоевать свои исконные земли однако как и народы схожие с названием на чеди чуди кхуди какие-нибудь квады так же само и хунны гунны чуни сюнну это разные народы проживающие на разных континентах в разные времена и никак абсолютно не связанные те кто в Европе известны как гунны они не сюнны их нельзя возводить к каким-либо сюннам хуннам или даже если бы в Азии и попросту существовал бы народ с названием гунны все равно европейские гунны не имели бы к ним никакого отношения поскольку в первейших упоминаниях о европейских гуннах на латыни они называются хонорум гэнус не хуну гэнус не хунь дзань дзинь гэнус а хонорум гэнус то есть гоноровый славный достойный можно еще перевести как элитный или аристократический народ идем дальше абзац 5 тело они прикрывают одеждой льняной и сшитой из шкур лесных мышей нет у них разницы между домашним платьем и выходной одеждой один раз одевая на тело туника грязного цвета снимается или заменяется другой не раньше чем она расползется на лохмотье до от долговременного гниения шесть голову покрывают они кривыми шапками свои обросшие волосами ноги козьими шкурами обувь деревья и штуки затрудняет их свободный шаг поэтому они не годятся для пешего сражения зато они словно приросли к своим коням выносливым но безобразным на вид и часто сидя на них на женский манер, занимаются своими обычными делами. День и ночь проводят они на коне, занимаются куплей и продажей, едят и пьют. Склонившись на крутую шею коня, засыпают и спят так крепко, что даже видят сны. Когда приходится им совещаться о серьезных делах, то и совещание они ведут, сидя на конях. Не знают они над собой строгой царской власти, но довольствуются случайным предводительством кого-нибудь из своих старейшин. Сокрушают все, что попадается на пути. Иной раз, будучи чем-нибудь обиженным, они вступают в битву. В бой они бросаются, построившись клином, и издают при этом грозный завывающий крик. Легкие и подвижные, они вдруг специально рассеиваются, и не выстроившись в боевую линию, нападают то там, то здесь, производя страшное убийство. Вследствие их чрезвычайной быстроты никогда не приходится видеть, чтобы они штурмовали укрепление или грабили вражеский лагерь. Это пункты, в общем-то, с пятого по восьмой. Из этого что можно взять во внимание? Что гунны носят льняную одежду, а также одежду, сшитую из шкур животных. Тут упомянуты козьи шкуры и упомянуты шкуры лесных мышей. Чем лесная мыша отличается от домашней, черт его знает. Возможно, это какие-то шкуры белок или какой-то другой пушнины. Но для римлянина это лесная мыша. Важно другое, что гунны носят льняную одежду. Льняная одежда с покон веков являлась классическим атрибутом трипольцев, скифов, сарматов, славян. Если гунны пришли из Китая, какого ж черта они носят славянскую льняную одежду? Пришли бы в шалках, в хлопках. А черт его знает в чем. Какого фига у них славянская льняная одежда? Больше того, если гунны всю жизнь провозят на конях, кто им занимается посевом льна, сбором урожая, кто занимается ткачеством, кто, в общем-то, дальше шьет им эту всю одежду? То есть, гунны просто грабят соседние народы? Или как? Данное высказывание, как минимум, мифологизировано, если не полностью бредово. Упомянуто, что их одежда выглядит грязного цвета. Оно не грязного цвета, это просто серый цвет некрашенного, невыбеленного льна. Это естественный цвет льна. Это, в принципе, благородный, достаточно аскетичный цвет, в котором нет ничего лишнего, который, так сказать, не переусердствован никакими выбеливаниями или крошениями. В общем-то, классическая льняная, невыкрашенная ткань является во многом даже символом чего-то благородного и аскетичного, если брать рахманскую традицию. То же, что здесь сказано, что они носят одежду чуть ли не до тех пор, пока одежда на них изгниет, выглядит, как минимум, бредово. То есть, ну, ни один народ похожими повадками не обладает. Разве что представить, что гуны были племенем каких-то жутких бомжей. Но если это жуткие бомжи, тогда кто у них занимается ткачеством, кто у них изготавливает оружие и все дела? Почему эти жуткие бомжи на проверку оказываются более цивилизованными, чем сами римляне? И вот тут Амиан пишет, что якобы у гуннов нет никакой четкой вертикали власти и все дела, и все дела. Но Амиан Марцелин не был среди гуннов. Он не общался с гуннами. Он пересказывает какие-то байки, сказки, мифы, страшилки. И вот это всяко-разное. Это все равно, как современные российские сказания о том, что в Европе остались одни геи, которые днем и ночью сношают черепах. Вот сношать им в Европе больше некого, только открывать зообордели, чтобы сношать черепах. Но только россиянам может прийти в голову идея сношать черепаху. Поэтому российские, так сказать, деятели общественной мысли и культуры в телеэфирах высказывают данные свои больные фантазии, приписывая их осуществление европейцам. Так же само в древности Иомиан-Марцелин, пользуясь какими-то байками, сказками, еще какой-то фигней, приписал гунам все, что только можно было им приписать. И дикость, и свирепость, но при этом они всю жизнь проживают на конях, но при этом у Аттилы есть баня, у гунов есть красивейшие девушки, которые под знаменами своих родов, своих областей пели ему прекрасные скифские песни. Амиан-Марцелин, который не общался с гуннами, не может вменяемо представить то, как гуны выглядели и чем занимались. А Приск-Панийский, который был среди гуннов, который был чиновником и от римского императора, был отправлен к Аттиле для дипломатических переговоров. Приск-Панийский описал реальную реальность, а не пересказ пересказа пересказа. Приск-Панийский описал буквально, как они прибыли к владениям гуннов, как их встретили, как их накормили, как их дальше провели, как они пытались отравить Аттилу, Аттила про это прознал, и вместо того, чтобы их казнить, как паршивых тварей, он их помиловал и даже дальше стал с ними разговаривать, проявив к ним великодушие и свое царственное нисхождение. Ну и дальше Приск-Панийский описывал и его министров, описывал людей, которых он называл природными гуннами. Если поискать изображение этих людей и их детей, которые также были видными историческими деятелями, окажется, что все они выглядят плюс-минус по-славянски. А если брать Одоакра, отец которого должен был быть китайцем, если бы считать природных гунов китайцами, то Одоакр ни разу не похож на Дакар похож на Фарзоя, на Инисмея, на других славяно-скифских и сарматских правителей и витязей древности, а также похож на казаков и шляхточей более поздних времен. Поэтому, поэтому. Девять. Они заслуживают того, чтобы признать их отменными воителями, потому, что издали ведут бой стрелами, снабженными искусственно сработанными наконечниками, а сойдясь в рукопашную с неприятелем, бьются с беззаветной отвагой мечами и уклоняясь сами от удара, набрасываются набрасывают на врага аркан, чтобы лишить его возможности усидеть на коне или уйти пешком. В общем-то, можно найти места, где сам же Амиан пишет, что гунны в пешем сражении ничтожны, и тут он пишет полностью противоположное. Почему? Да потому, что ему была доступна куча разных баек, куча разных сказаний разных людей, из которых он просто выбирал то, что ему нравится, или пересказывал, в общем-то, разные расхожие легенды, надеясь, что в них есть какое-то зерно правды. В сравнении с Приском Панийским, данный источник весьма сомнительный. Никто у них не пашет и никогда не касается Сахи. Без определенного места жительства, без дома, без закона или устойчивого образа жизни, кочуют они словно вечные беглецы с кибитками, в которых проводят жизнь. Там жены ткут им их жалкие одежды, соединяются с мужьями, рожают, кормят детей до возмужалости. Никто у них не может ответить на вопрос, где они родились. Зачем зачат он в одном месте, рожден вдали оттуда, вырос еще дальше. Это десятый абзац первой главы о гунах. тут вновь видим его пропаганду, но что важно, что далеко не все нынешние историки, которые описывают гуннов, приводят этот момент, поскольку тут уже тема с кибитками чуть расширена. Если берем самый примитивный вариант, там гунны вообще живут исключительно на конях, то тут уже оказывается живут еще и в кибитках. Кибитка, как передвижной дом, это уже все-таки не просто кочевники, которые под открытым небом живут на спине коня, и спят на спине коня, и сношаются, и рождают детей на спине коня. Это уже чуть все-таки другое. Кроме того, тут указано, что до совершеннолетия женщины также там содержат детей, и тут ничего не указано о стариках, однако и такое нужно предполагать. Однако также нужно понимать, что далеко не все половозрелые мужчины могут становиться воинами, и не всем это нужно делать. Ну и в общем-то кроме женщин, которые ткут им одежду, должны быть и мужчины-ремесленники, которые изготовят иглы для того, чтобы их жены в общем-то шили им одежду, которые изготовят им ножи, мечи и все необходимое. Поэтому в общем-то сам не желая того, Амиан Марцелин отчасти это все подтвердил, но конечно же понятно, что он с гуннами не контактировал. Он если и видел одного-двух гуннов за свою жизнь, то он точно уж не видел собственно сердцевинные составляющие этого народа, правители этого народа. Да и вообще маловероятно, что он кого-то из них видел, тем более он с ними не общался, тем более он не мог узнать у них, как они живут на самом деле, а пользовался всего лишь легендами, всего лишь пересказами с пересказа. Просто подумайте, что сейчас вы можете услышать про какую-либо другую страну, про гейропу, что сейчас россияне выдумывают, хотя в самой России геев также достаточно, при том, что если в Европе геи могут себе нормально жить, то в России геи вынуждены одни скрываться, а другие, чтобы компенсировать свою гейственность, они вынуждены корчить или даже становиться еще более фашистов и фашистами, чем остальные, поскольку им по больной логике Российской Федерации, чтобы компенсировать то, что они являются геями, нужно не просто себе жить, не перестать даже быть геем, а им нужно ненавидеть всех остальных геев еще больше. Так, нынешняя фашистская Россия порождает понятие о том, что все геи это типа плохо, но некоторые из геев, которые находятся на службе у Путина, это хорошо. Главное, чтобы они ненавидели всех вокруг себя и, ну точнее, не в плане россиян, а в плане, чтобы они ненавидели все страны вокруг себя, и тогда они молодцы. В общем-то, у римлян тогда была похожая политика по отношению к другим народам. Они ненавидели эти народы, они приписывали им разный бред, и как россияне издеваются над описанием украинцев, над описанием поляков и других европейцев, так в свое время римляне издевались над описанием гуннов. Одиннадцать Когда нет войны, они вероломны, непостоянны, легко поддаются всякому дуновению перепадающей новой надежды, во всем полагаются на дикую ярость. Подобно лишенным разума животным, они пребывают в совершенном неведении, что честно, что нечестно, ненадежны в слове и темны, не связаны уважением ни к какой религии или суеверию, пламенеют дикой страстью к золоту, до того переменчивы и гневливы, что иной раз в один и тот же день отступаясь от своих союзников, отступаются от своих союзников, без всякого подстрекательства или точно так же без чьей либо посредничества опять мирятся. этот подвижный и неукротимый народ, воспламеняемый дикой жаждой грабежа, двигаясь вперед, среди грабежей и убийств дошел до земли Аланов древних массагетов. Раз я упомянул Аланов, то будет уместно рассказать, откуда они и какие земли занимают, показав при этом запутанность географической науки, которая долго многое и различное наконец нашла истину. Из этого вновь видим, что Аммиан Марцелин продолжает пропаганду о том, что гунны это дикая такая кочевническая орда. Дикая дикая кочевническая орда. В общем-то можете почитать такие же пропагандистские материалы касательно германцев, касательно сарматов, касательно многих других народов. А с другой стороны можете почитать Прископа Нийского, который описывает, что Атила и его коллеги вполне себе умели писать. Они читали то, что им писали римские императоры и их послы, и они писали им письма в ответ. Они вполне себе обладали пониманием науки. Если почитать о том, как был захоронен Атила, то описывается, что гунны отвели течение какой-то реки. На дне этой реки похоронили, создали очень пышную, очень могучую гробницу, захоронили там тело Атилы и пустили обратно реку по своему руслу. При этом по могуществу данной реки нужно предполагать, что это или Дунай, или Днепр, или как минимум Днестр. Вы вообще можете себе представить, что значит поменять русло такой реки? Какие это просто нужно осуществить геодезические работы, чтобы вообще обрести такую возможность? Осуществить подобное мероприятие не особо под силу даже сейчас. Но это можно сделать, особенно на каком-то небольшом участке. Можно сначала выкопать новое русло реки, соответственно пустить реку по этому руслу, то русло временно перекрыть, максимально сушить, соответственно провести там работы по высушиванию почвы, по отводу почвенных вод и дальше, дальше, дальше построить там гробницу, захоронить тело и дальше пустить реку назад. По идее, это можно сделать, и это можно сделать даже относительно примитивными техническими средствами, просто нужно знание и нужно умение и понимание. Это как египетские пирамиды, внешне кажется, ну что, просто навалены, да, красиво, да, упорядочено, да, с построгой математической формуле, но все равно наложены друг на друга просто огромные каменные блоки, но чтобы это сделать, нужны колоссальные усилия. Чтобы создать такую гробницу для Аттилы, нужны были еще более колоссальные усилия. Поэтому где бы гробницы Аттилы не было, но по своему масштабу, если, чтобы ее создать, пришлось отводить русло реки, эта гробница не менее масштабна, чем египетские пирамиды, так как даже для возведения египетских пирамид фараоны Нил не отводили. Агунны смогли отвезти одну из могущественнейших рек. Так могли ли быть это кочевники, которые вот такие вот дикие, свирепые и друг друга режут? Ну, а с другой стороны, возьмите современную российскую пропаганду. Они постоянно описывают, что украинцы друг друга ненавидят, друг друга тоже режут все время. И вообще мы уже все давно вымерли, вместо нас воюют американцы. В представлении россиян, которые верят своей пропаганде, Украина совершенно не выглядит как реальная Украина. Они веруют в какую-то альтернативную Украину из своей вымышленной фэнтези вселенной. Так, в общем-то, и для некоторых римлян цивилизованные, образованные гунны казались дикарями просто потому, что они отличались по своей культуре от тех же римлян. Тринадцать. Истер, пополнившись водой притоков, протекает мимо савраматов, область которых простирается до Танайса, отделяющего Азию от Европы. За этой рекой Алланы занимают простирающиеся на неизмеримое пространство скифские пустыни. Имя их происходит от названия гор. Мало по малу они подчинились себе во многом они подчинились себе многочислен они подчинились себе в многочисленных победах соседние народы и распространили на них свое имя. Как сделали это персы. Из этих народов неврии занимают среднее положение и соседствуют с высокими крутыми горными хребтами утесы которых покрытые льдом. обвеевают аквилоны. За ними живут ведины и очень дикий народ гелоны, которые снимают кожу с убитых врагов и делают из них себе одежды и боевые попоны для коней. С гелонами граничат агафирсы, которые красят тело и волосы в голубой цвет. Простые люди небольшими где-то рассеянными пятнами, а знатные широкими, яркими и частыми. за ними кочуют по разным местам, как я читал, меланхолены и андрофаги, питающиеся человеческим мясом. Вследствие этого ужасного способа питания соседние народы отошли от них и заняли далеко от стоящей земли. Поэтому вся северо-восточная полоса земли до самых границ до самых границ обитания необитаема по сути. Итак, у нас 13-15 абзацы. Что здесь интересно описано? Описано, что гунны, исконная прародина которых находилась на территориях над Азовским морем, на каком-то историческом этапе подчинили себе и аланов, которые тогда находились по большей части за рекой Танайс. Также описано, что эти аланы получили свое название от каких-то гор, что, в общем-то, является бредом. Поскольку слово аланы является искаженной версией более древнего индоевропейского индоиранского слова Ариан, которое сейчас переводится и понимается как Ариец или Арий в плане представителя арийских народов. Поэтому Алани это Арияне или Арии. Они не были названы в честь каких-то гор. Кроме того, тут Марцелин путает алан и скифов. По сути, тут он использует слово аланы в том контексте, в котором Геродот и другие использовал понятие скифы. Поскольку, согласно Геродоту, в общем-то, и Гелоны, и Невры, и Агафирса, и многие другие, и меланхолены, это все или непосредственно скифские народы, или народы-сателлиты скифских династий. Тут же Амиан-Марцелин в наглую приписывает всех их к аланам, что является испорченным телефоном и бредом. Интересно, что тут сказано, что Невры занимают среднее положение и соседствуют с высокими горными хребтами, утесы которых покрыты льдом. То есть, это где? Невры жители Балтики. Как бы, что он тут имел в виду? Черт его знает. То ли он имел в виду, что Невры имеют свои владения и в Скандинавии, и в Прибалтике были какие-то горы, на которых были льды, я не знаю, но выглядит весьма странновато. То, что он Гелонов описывает, как дикий и кровожадный народ, это еще бредовий, можно почитать Геродота. Геродот описывал Гелонов, как вполне цивилизованных и даже имеющих некоторые связи с элинами. Дальше он говорит, что с Гелонами граничат Агафирсы. Агафирсы или Агатырсы, более поздние Акациры, это в общем-то еще Скифо-Кимерийская династия. Они проживали в районе Карпат, но чисто теоретически можно предположить, что на каком-то историческом этапе они подчинили себе Тляевию или часть Тляевии и простирали свои владения аж до Балтики. Хотя в общем-то по сути это жители Карпат. Они должны быть рядом не с Неврами и Гелонами, а они должны быть рядом с Костобоками. То есть это это показывает некие глюки Амиана Марцелина, который плохо себе представлял географию и этнографию Сарматии. Дальше он упоминает андрофагов и рядом с ними упоминает меланхленов. И он настолько это неуклюже упомянул, что может показаться, что меланхлены и андрофаги вместе кочуют и вместе занимаются каннибализмом, что является также бредом. Можно взять описание меланхленов и андрофагов у Геродота. И меланхлены это один из скифо-кимерийских народов. По сути народы подчиненные Мельниславской династии, которые в принципе придерживались базовым нормам ведической цивилизации. Андрофаги же находились северо-восточнее от них, на территориях, которые сейчас именуются Залесьем. И упомянуто, что в общем-то значительные просторы между Сарматией и Залесьем попросту пустуют. Это было в общем-то даже во времена Руси. Если взять карту Руси, посмотреть расположение городов Руси, то можно увидеть, что есть как бы основные города Руси, территории которых простираются на территории нынешней Украины, Беларуси и самых западных областей Российской Федерации. Ну и также в более поздние времена они протянулись севернее до Новгорода Ильминского. Есть вот этот как бы регион и несколько отдаленный от него. Спустя некоторые незаселенные территории предстает другой регион, который в летописях Руси называется Залесьем, поскольку между Русью и Залесьем были леса, которые в общем-то не были населенными, как свидетельствуют и Марцелин и Геродот, как свидетельствовали видимо и истории и даже народные байки древности, многие тамошние народы просто покинули свои вот эти леса из-за нежелания соседствовать с андрофагами. Андрофаги, если как бы исторически проверять, это предки ядра московитов. это те, кто в свое время подкорили и новгородцев, и ростовцев, и славян, проживающих на территории Рязанского княжества, и славян, которые проживали даже на территории Нижнего Новгорода, и болгар, которые там же недалеко проживали, и Астраханское, Казанское, все вот эти княжества, которые были созданы какими-то выселками славян, или финоуграми, или тюрками, андрофаги, позднее всех их покорили, верхушку загеноцидили, и создали свою вот эту Российскую империю, основанную на этноцидах и геноцидах. Ну, а в древности никто с этими андрофагами не хотел водиться, и в общем-то они жили в своих лесах и ели друг друга и всех, кто к ним случайно попадал. Итак, идем дальше. 16. С другой стороны, поблизости от мест обитания Амазонок, Амазонок, смежный с востока Аланы, рассеявшийся среди многочисленных и великих народов, обращенных к азиатским областям, которые, как я узнал, простираются до самой реки Ганг, пересекающей земли Индов и впадающей в Южное море. Аланы, разделенные по двум частям света, раздроблены на множество племен, перечислять которые я не считаю нужным, хотя они кочуют, как намады, на громадном пространстве, на далеком друг от друга расстоянии, но с течением времени они объединились под одним именем и все зовутся Аланами вследствие единообразия обычаев дикого образа жизни и одинаковости вооружения. Восемнадцать. Нет у них шалашей, никто из них не пашет, питаются они мясом и молоком, живут в кибитках, покрытых согнутыми в виде свода кусками древесной коры и перевозят им их по бескрайным степям. Дойдя до богатой травой местностью, они ставят свои кибитки и в круг и кормятся как звери, а когда пастбище выедено, грызут свой, грузят свой город на кибитки и двигаются дальше. В кибитках сходятся мужчины с женщинами, там же родятся и воспитываются дети. Это их постоянные жилища, и куда бы они не зашли, там у них родной дом. Гоня перед собой упряжки животных, они пасут их вместе со своими стадами, а более всего заботы уделяют коням. Земля там всегда зеленеет травой, а кое-где попадаются сады плодовых деревьев. А дежавю не дежавюшное у вас? Как? Как вообще дежавю поживает там? Не дежавьелось оно еще? Дело в том, что такое описание Алам концептуально мало чем отличается от описания тех же самых гуннов. Но если гунны в общем-то в истории известны скорее как вспышка, которые вот появились, вот потом исчезли, вместо них потом все эти территории заселяют славяне, и получается, что раньше там типа были скифы-сарматы, потом там славяне, а гунны это какая-то вспышка, не пойми чего, поэтому нынешние историки приписали им происхождение из Китая. Но Аланы это в общем-то те народы, которые очень активно контактировали с Римской империей, это народы, которые насквозь проходили римские владения, так, что доходили до территории Карфагена и организовывали свои царства даже там. Это народы, осколки которых до сих пор в принципе можно найти, увидеть, как они выглядят, найти их сказания и еще много чего. И эти народы отнюдь не монголоидные. Это индоевропейцы, которые в зависимости от нынешних мест обитания весьма ассимилированы с соответственно теми народами среди которых проживают. Но если раскапывать что о них известно, осматривать их изобразительное искусство, осматривать их сказания, станет понятно, что в принципе это стандартные скифославяне, которые контактировали с Ираном, с славянами, в общем-то и первые века нынешней эры вошли в активный контакт с римлянами и начали использоваться римскими полководцами в ходе разных внутренних усобиц римской империи. Если соответственно вам непонятно почему римляне воевали с собой, послушайте мое двухчасовое видео на тему отличия ведического княжества от римской империи Пакс Романум. В общем-то так или иначе, если тут Аланы описаны как практически братья-близнецы гуннов, то из этого можно сделать вывод, что и гунны никак не могут считаться какими-то монголоидами, которые пришли черт знает откуда. Если больше того, ну в общем-то археологически можно проследить предыдущие формации культуры, материальной культуры Аллан, которая достоверно определяема как культура Аллан, тут никаких не может быть сомнений, и будет видно, что с древних времен они конечно же отнюдь не только лишь были кочевниками, там были и мастера, там были и земледельцы, но для Амиана Марцелина все они кочевники, и правда чуть, лишь более чуть-чуть-чуть на полградуса для римлянина они выглядят более благородными, чем те же самые гунны. Ну или же просто римлянин больше знал о какой-то реальной человеческой стороне этих самых Аллан, и поэтому у него были как достаточно диковинные легенды о том, насколько же эти Алланы жуткие варвары, так у него были и некоторые уже исторические данные о Алланах, проживающих и в Риме, и в его окрестностях, и постепенно некоторые из них даже становились римскими гражданами, а какая-то алланская знать, переходя в римское подданство, вполне даже могли стать римскими патрициями, поэтому в общем-то уже понималось о том, что Алланы это такие же люди, и в общем-то да, как бы чуть не такие, как римляне, но но однако идем дальше двадцать все кто по возрасту и полу негодятся в воины держатся около кибиток и заняты домашними работами а молодежь с раннего детства сроднившись с верховой ездой считает позором для мужчины ходить пешком и все они становятся вследствие многообразных упражнений великолепными воинами поэтому и персы будучи скифского происхождения весьма опытны в военном деле тут важно отметить что да для Амиана Марцелина как и для в общем-то классических античных авторов не скифы были персидского происхождения а наоборот персы были скифо-кимерийского происхождения античные греко-римские авторы помнили полулегендарные сказания и исторические данные о том что персы в общем-то были ведомы и созданы по сути дела ахименидами ахимениды это в общем-то потомки перса а перс был братом аетая который царствовал в колхиде во времена того когда ясон с аргонавтами отправился в свой поход за золотым руном то есть греки по своим сказаниям вполне хорошо могли проследить именно скифское происхождение иранцев а не наоборот 21 почти все аланы высокого роста и красивого облика волосы у них русоватые взгляд если не свиреп то весьма грозен они очень подвижны вследствие легкости вооружения во всем похоже на гуннов во всем похоже на гуннов но несколько мягче нравом и образом жизни в разбоях и охотах они доходят до Меотийского моря и Кемерийского Боспора с одной стороны и до Армении и Мидии с другой стороны как для людей мирных и тихих приятно спокойствие так они находят наслаждение в войнах и опасностях счастливым у них считается тот кто умирает в бою а те кто доживают до старости и умирают естественной смертью преследуются у них жестокими насмешками как выродки и трусы ничем они так не гордятся как убийством человека и в виде славного трофея вешают на своих боевых коней содранную с черепа кожу убитых а из этого можно сделать ряд интересных выводов а главное что для Амиана Марцелина Аланы и Гунны были практически торжественны Амиан Марцелин говорит что Аланы во всем подобны Гуннам он не говорит что они во всем подобны Гуннам но у них совершенно другой язык они совершенно имеют другую внешность Аланы происходят из индоиранских семей а Гунны это вообще какие-то тюрки и вообще между ними больше на самом деле различий чем подобностей Амиан Марцелин так не говорит он говорит что они во всем подобны значит нужно предполагать что по крайней мере по доступной Амиану Марцелину информации Гунны говорили на индоевропейских языках на индоевропейском языке и Гунны были индоевропейцами полностью выглядящими как индоевропейцы я считаю что тут он Аланов описывает как чуть более красивых и благородных чем Гунны просто по той причине что римляне с Аланами были более знакомы с хорошей стороны часть Аланов уже переходила на сторону римлян и в общем-то помогала римлянам а с Гуннами на тот момент римляне контактировали исключительно в военных столкновениях когда конечно же воины которые пришли убивать защищая свою родину или изгоняя римлян они не будут с римлянами философствовать они не будут показывать свое мастерство в ремесленнических всяких делах они будут просто на римлян нападать свирепо жестко убивать их поэтому понятно что Гунны пока для Амиана Марцелина исключительно дикие кочевники Приск по-низски описывает Гуннов совершенно иначе но из этого можем опереться пока хотя бы на то что Аланы во всем подобны Гуннам но еще важный нюанс относительно того что Аланы считают позорным умереть от старости а с другой стороны почетным умереть в бою это традиционная скифо-кимерийская в общем-то система мировоззрения которая происходит еще с времен межебожной войны и которая была унаследована в частности скандинавскими народами где в общем-то человек умерший в бою отправляется в Вальхалу и принимается там как один из воинов Одина а все те кто умерли от болячек от старости в роскоши в старости вот это все жалкое и такое примитивное эти все отправляются в просто холодное вонючее пекло где как хлам валяются до скончания времен при скончании времен демонические силы этот хлам будут гнать как несметную орду для уничтожения мира живых такая вот скандинавская мифология и истоки этой скандинавской мифологии можно в общем-то видеть в аланских верованиях которые фиксируют и Амиан Марцелин и в общем-то другие греко-римские авторы А если еще раньше копнуть то ровно такие же обычаи были у скифов там за полтысячи и чуть ли не за тысячу лет до всех этих событий чтобы это проверить снова же надо читать ассирийские и древнегреческие тексты и все это очень хорошо сходится как прямая преемственность обычаев народов точнее одного народа или одной группы народов которая просто на протяжении тысячелетий несколько меняется несколько расселяется но ядро остается ядром ядро до ныне проживает на своей исконной территории ядро до ныне говорит на плюс-минус в своем исконном языке ядро это народ Украины народ Польши ну и Литвины идем далее 23 нет у них ни храмов ни святилищ нельзя увидеть покрытого соломой шалаша но они втыкают в землю по варварскому обычаю обнаженный меч и благоговенно поклоняются ему как Марсу покорителю стран в которых они кочуют что тут вспоминается а тут вспоминается Геродот а тут вспоминается меч от силы а тут вспоминается стандартная ведическая практика почитания священного меча и как бы особенно это важно что обычаи которые Амян Марцелин и другие античные авторы приписывают Алланам ровно такие же обычаи фиксировались за скифами ровно такие же обычаи фиксировались за гуннами и если почитать арабские описания русов вот тех самых русов которые не были варягами и которые проживали на территории Украины еще до прихода Рюрика и так называемых варягов если почитать арабские описания там также прослеживается культ меча там есть сюжет с тем что когда умирает знатный воин то элементы его имущества раздаются его родичам а его основному сыну достается лишь его меч и говорится что отец достигал всего что имел мечом иди соответственно и будь достойным своего отца ну и собственно также меч втыкается в холм или в дерево или в черепушку убитого врага и осуществляется священное почитание истины как видим обряды сохранялись на протяжении тысячелетий не менялись а значит и говорить о том что какие-то народы тут были пришлыми а какие-то народы типа вымерли не приходится прямая преемственность верований почитания священного меча прямая преемственность археологических культур прямая преемственность государственных формаций и языка то есть по сути дело прямая преемственность всех свойств и качеств народа древнего народа ядра былой индоевропейской общности ядра собственно индоевропейского расселения 24 способ предугадывать будущее странен связав пучок прямые ивовые прутья они разбивают их в определенное время с какими-то таинственными заклинаниями и получают весьма определенные указания о том что предвещается в общем-то снова же такие же описания за скифами значатся с времен Геродота и если кому-то будет интересно я могу рассказать что это и как это делается с точки зрения знаний рахманской традиции 25 о рабстве они не имеют понятия все они благородного происхождения а начальниками они и теперь выбирают тех кто в течение долгого времени отличился в битвах ну то есть видим что такого прискорбного такого ганебного явления как работорговля у наших предков не было и тут еще вопрос кто более дикари кто более варвары те кто были благородными и почитали лишь благородство и достоинство и совершенствовались и достигали своих подвигов в битве и те кто занимались подлостью интригами травили собственно достойных соперников и торговали рабами с моей точки зрения наши предки намного благороднее чем собственно римляне идем далее амиан марцелин соответственно 3 1 и вот гунны придя к землям аланов которые граничат с грейфтунгами и обычно называются сатанаитами произвели у них страшное истребление и опустошение а с уцелевшими заключили союз и присоединили их к себе при их содействии они смело прорвались внезапным нападением в обширные плодородные земли Эрмонариха весьма воинственного царя которого страшились соседние народы из-за его многочисленных и разнообразных военных подвигов пораженный силой этой внезапной бури Эрмонарих в течение долгого времени старался дать им решительный отпор и отбиться от них но так как молва все больше усиливала ужас надвигающегося бедствия то он положил конец страху перед великим великими опасностями добровольной смертью ведь и мир избранный после его кончины царем оказывал некоторое время сопротивление Алланам опираясь на другие племена гуннов которых он за деньги привлек в союз с собой но после многих понесенных им поражений он пал в битве побежденной силой оружия от имени его малолетнего сына приняли управление Аллафей и Сафрак вожди опытные и известные твердостью духа но также обстоятельства сломили и их потеряв надежду дать отпор они осторожно отступили и перешли к реке Донастию которая протекает по обширным равнинам между Истром и Борисфеном Итак что из этого всего можно понять что была ситуация что гунны подчинили Алан Танаитов и соответственно Аланы Танаиты уже в составе гуннского воинства пошли войной против государства Германариха и для того чтобы как-то противостоять гуннам и Аланам Германарих нанял себе войско других гуннов а как ну то есть а как ну то есть а откуда дело в том что если принять во внимание нынешнее представление о том что гунны пришли из Азии там еще было государство в глубинах Азии с названием Юебань и вот гунны как-то с этой Юебанью были связаны если все это вот так воспринимать то по идее гунны должны были прийти в Европу абсолютно не зная никаких местных языков как позднее пришли татаро-монголы так и тогда гунны должны были прийти и начать воевать против местных народов захватывать их порабощать и так дальше было бы странно если бы во время татаро-монгольского нашествия какой-нибудь киевский князь мог бы подкупить часть татаро-монгол и заставить их помогать ему бороться против других татаро-монгол это было бы крайне как-то комично и глупо и невероятно настолько же невероятно представить что и тогдашние гунны китайцы если они таковыми были смогли как-то стать союзниками германариха пусть и за деньги но можно посмотреть на ситуацию с другой стороны если под словом гунны понимать хонором генус то есть славные народы то становится понятно что роксоланы славный народ в свое время после смерти князя буса после того как или германарих или винитарий убили буса и с ним 70 князей которые были распяты после этих событий андская держава перешла в собственность раскалан кроме того раскаланы для увеличения собственной мощности подчинили себе алан у амиана марцелина они подчинили их достаточно жестким зверским дикарским нападением но если бы было бы так то они бы их весьма истребили бы и маловероятно что истребленные гуннами аланы смогли бы еще как-то истреблять дальше готов германариха тут так сказать или вас победили и вас истребили или вас подчинили и отправили воевать против кого-нибудь уже это несколько взаимопротиворечащие явления как компромиссное явление тут можно предположить что ну возможно разбили просто их верхушку подчинили своей власти танаитскую армию и отправили против германариха ну возможно однако а как вообще гунны смогли узнать против кого им отправлять армию если это китайцы но если предполагать что гунны это хонорум генус то соответственно да они подчинили себе алам и дальше они отправили их чтобы те изгнали с северного причерноморья германариха и подчиненных ему готов которые получили право тут организовывать свое государство но неправильно этим правом воспользовались начали навязывать тут христианство начали убивать местную знать и в общем-то нужно было их изгнать но поскольку готы германариха на тот момент уже долгое время жили среди славян то какие-то из славянских народов согласились на то чтобы стать наемниками на службе у германариха и таким путем защищать его от других славян так получается что вот такие мелкие отщепенцы от славного народа помогали германариху воевать с основным массивом славного народа вот так вот историю в действительности можно достойно сложить и понять идем дальше когда слухи об этих неожиданных событиях дошли до Атанариха правителя тервингов против которого недавно как я об этом рассказывал выступил в поход валент чтобы наказать за помощь оказанную проколю он решил попытаться оказать сопротивление и развернуть все свои силы если на него будет сделано нападение как на остальных он разбил большой лагерь на берегах донастя в удобной местности поблизости от степей грейфтунгов и в то же время выслал на 20 миль вперед мундериха с лагариманом и другими старейшинами поручив им высматривать приближение врага пока он сам беспрепятственно занимался приготовлениями к битве но дело вышло совсем не так как он рассчитывал гунны со свойственной им догадливостью заподозрили что главные силы находятся дальше они обошли тех кто тех кого увидели и когда те спокойно расположились на ночлег сами при свете луны рассеявшей мрак ночи перешли через реку вброд и избрали наилучший образ действий опасаясь чтобы передовой вестник не испугал стоящих дальших они ринулись быстрым натиском на Атанариха перед анализом сюжета обратим внимание на имена Атанарих которая происходит от фактически древнего индоиранского имени Отан которая происходит от имени Всевышнего Атон и которая тут существует просто в форме Атон княжествующий Атона Рих Атон царь как Герман Рих и так дальше концовку Рих откидываем у нас получается Атан Атон как в общем-то имя и древнего персидского военачальника помогшего Дарию одолеть Гаумату другой князь Мундерих ну соответственно Сигизмунд и так далее Традиционное славянское славянобалтское имя Лагариман Ну тоже концовка ман то есть человек и начало лагар Лагар что значит не знаю но как бы можно изучить при желании нюанс в том что здесь показана так называемая хитрость гуннов или проще говоря военная смекалка а это попросту невозможно если бы гунны были дикими дикими кочевниками которые идут и просто силой нахрапа и силой своего натиска всех захватывают и числом заваливают мясом ну как это допустим в некоторых случаях практикует и нынешняя российская армия как это практиковала допустим советская армия как это практиковала монгольская армия гунны тут показаны иначе они не идут в лоб но они могут разгадывать военные маневры противников а значит у их полководцев были какие-то обучающие не скажу что военные академии но по крайней мере был какой-то опыт предыдущих поколений на который они опирались которому они обучались и которые они приумножали от поколения к поколению другой нюанс что скорее всего они неплохо знали местность поэтому могли нужную реку перейти в брод поэтому могли что нужно обойти где нужно ускорить шаг и в таком случае еще и еще раз можно понять что это именно местные войска местные народы местные династии а не какие-то пришлые из далеких Китая Сюньи те Сюньи просто бы смотрели на реку и не знали где ее в брод можно перенести где нельзя а если как бы они знали где реку можно очень быстро и тихо перейти в брод это показывает что или они сами знали поскольку были местными жителями или у них был хороший контакт с местными жителями и они могли у этих местных жителей попросту спросить снова же российская оккупационная армия часто не имеет в Украине такой поддержки от местного населения исключение составили лишь Донецкая Луганская область в 14 году когда во-первых в местное так сказать население были внедрены российские засланцы типа Гиркина а во-вторых тамошний народ еще плохо себе представлял что есть российская федерация российская армия и российская оккупация как только народ Донбасса с этим всем познакомился они поняли что лучше от этого держаться подальше 7 ошеломленный первым ударом Атанарих потеряв кое-кого из своих вынужден был искать убежище в крутых горах от неожиданности этого события еще большего страха перед будущим он стал воздвигать высокие стены от берегов Гораза Прута вероятно до Дуная поблизости от области Тайфалов он полагал что быстро и основательно соорудив это перекрытие он обеспечит себе полную безопасность и спокойствие 8 пока работа велась со всей энергией гуны теснили его быстрым наступлением и могли бы совершенно погубить его своим появлением между тем среди остальных готских племен широка распространилась молва о том что неведомый дотоли род людей поднявшись от далекого конца земли словно снежный вихрь на высоких горах рушит и сокрушает все что попадается навстрече большая часть племен которая оставила от анариха вследствие недостатка в жизненных припасах стала искать место для жительства подальше от всякого слуха о варварах тут видим зарождение истории о том что гуны пришли от далеких краев земель то есть по факту даже по данному тексту марцелина гуны исконно проживали над азовским морем естественно ранее они назывались роксоланами но неважно они проживали над азовским морем проживали 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 что-то случилось и они пошли войной на готов мы знаем что случилось готы убили князя буса гуны победили несколько готских или союзных готам княжеств и пошли дальше боясь этого готы друг другу передавали такое сказание такой слуг предостережения о том что вот идут гуны вот кошмар кошмар спасайтесь кто может кстати это еще раз подчеркивает ситуацию что между народами в те времена осуществлялись коммуникации и если бы гунны реально происходили из Китая то подобный слух был бы запущен еще задолго до того как гунны подошли бы к Европе они бы еще только лишь двинулись от Китая в сторону Алтая Алтайские какие-то рода бежали бы от них бежали бы к Уралу потеснили бы местных или пожаловались бы им местные передали бы это тем же Аланам ближе к Танайсу и Аланы бы уже сбежали с Танайса куда-нибудь в Испанию или не знаю в Африку ну или по крайней мере подготовились бы на своей земле возможно соорудили бы какие-то укрепления или еще как-то так но так или иначе а так видим что ранее до того как гунны погромили готов никакие народы не передавали никаких страшных слухов о том что с другого конца земли идут какие-то вот эти гунны и всех громят и всех крушат поэтому вот вот оно истоки данного недоразумения далее глава четвертая абзац первый и вот под предводительством Алавива готы заняли берега Дуная и отправили посольство к Валенту со смиренной просьбой принять их они обещали что будут вести себя спокойно и поставлять помогательные отряды если того потребуют обстоятельства два пока происходили эти события за пределами империи расходились грозные слухи о том что среди северных народов совершаются новые движения в необъятных размерах и шла молва что на всем пространстве от маркоманов и квадов до самого понта то есть Черного моря множество неведомых варварских народов будучи изгнанно из своих мест обитания внезапным натиском подошли к Дунаю с женами и детьми пять с этой надеждой отправлены были разные лица чтобы устроить переправу диких полчищ принимались тщательные меры для того чтобы не были не был оставлен никто из этих будущих разрушителей римского государства пусть даже они были поражены смертельной болезнью получив от императора разрешение перейти через Дунай и занять местность во Фракии переправились они целыми толпами днем и ночью на кораблях лодках выдолбленных стволах деревьев а так как река эта самая опасная из всех и уровень воды был выше обычного вследствие частых дождей то много народа утонуло как те кто при крайней переполненности судов слишком решительно плыли против течения так и те кто бросались в плавь так прилагали все старания навести гибель на римский мир на пакс романум хорошо известно что злосчастные устроители переправы варваров часто пытались определить их численность но оставляли это после многих безуспешных попыток 7 вспомним древние свидетельства о вступлении медийских полчищ в Грецию 8 первыми были приняты Алавив и Фритигерн император выдал им пока провиант и предоставил земли для обработки император приказал выдать им провиант и предоставить земли для обработки 9 12 пропускаю 9 11 точнее пропускаю дальше 12 между тем приблизились к берегам Истра и Ветерих царь Грефтунгов вместе с Алафеем и Сафраком которые были его опекунами а также Фарнобий спешно отправив посольство царь просил императора оказать ему столь же радушный прием 13 послы получив отказ так как казалось требовали требовали государственные интересы и Грефтунги находились в тревожной нерешительности относительно того что им предпринимать Атанарих боясь получить такой же отказ отступил в отдаленные местности он помнил что некогда презрительно отнесся к Валенту во время переговоров и заставил императора заключить с ним мир на средине реки ссылаясь на то что заклятие не позволяет ему вступить на римскую почву опасаясь что не удовольствие против него осталось до сих пор он двинулся со своим народом в область Кавкаланда местность недоступную из-за высоких поросших лесом гор вытеснив оттуда сарматов что из этого всего интересного можем видеть ну можем начать с того что когда-то Валент с этим Атанарихом заключал мир то есть по статусу плюс-минус Валент и Атанарих на каком-то этапе истории были равны но соответственно потом Атанарих был вынужден бежать можно взять во внимание такое чисто германское имя как Фарнобий но правда здесь есть некоторые нюансы здесь упомянуто что Витерик был соответственно под опекой Алафея Исафрака и вот этот Фарнобий упомянут как кто-то кто был так же с ними Алафей и Сафрак вероятнее всего это те же кто Сар и Амий представители народа Росомонов которые в свое время подкололи Германариха а таким путем и Фарнобий вполне вероятно что так же был из Росомонов Этих Росомонов я понимаю как исключительно одну из вариаций Роскаланской династии и имею для этого основания как в Вискрастанском списке царей так и в общем-то в текстах Йордана и других историков которые дают все основания считать так называемых Росомонов именно под видом Роскалан а если так то неудивительно откуда у в общем-то Фарнобия данное имя поскольку он был из Сармат из Роскалан хоть вместе с Саром и Амием он и в общем-то был фактически одним из управителей одного из Готских осколков скажем так далее глава пятая а тервинги приняли до этого в предел тервинги принятые до этого в предел империи все еще скитались возле берегов Дуная так как их угнетало двойное затруднение вследствие подлого поведения командиров они не получили провианта и их намеренно задерживали ради позорного торга Лупицин пригласил на пир Алавива и Фритигерна полщища варваров он держал вдалеке от стен города выставив против них вооруженные караулы хотя те настойчиво просили разрешить им входить в город для покупки необходимых припасов ссылаясь на то что они теперь уже подчинены римской власти являются мирными людьми между горожанами и варварами которых не пускали в город произошла большая перебранка и дело дошло до схватки рассверепелые варвары узнав что несколько их земляков захвачено перебили отряд солдат и ограбили убитых секретным образом был об этом оповещен Лупицей когда он возлежал за роскошным столом среди шума увеселений полупьяный и полусонный предугадывая исход дела он приказал перебить всех оруженосцев которые как почетная стража и ради охраны своих вождей выстроились перед дворцом томившиеся за стенами готы с возмущением восприняли это известие толпа стала пребывать и в озлобленных криках грозила отомстить за то что как они думали захвачены их цари находчивый Фритигерн опасаясь быть задержанным вместе с остальными в качестве заложников закричал что дело примет опасный оборот если не будет позволено ему вместе с товарищами выйти чтобы успокоить народ который взбунтовался предполагая что вожди его убиты под предлогом любезного приема получив разрешение все они вошли и приняты были с торжеством и криками радости вскочив на коней они умчались чтобы начать повсюду военные действия когда молва распространилась об этом весть весь народ тервингов загорелся жаждой боя среди многих зловещих представителей грядущих великие опасности они подняли по своему обычаю знамена раздались раздались грозно звучащие трубные сигналы стали рыскать грабительские отряды перебивая предавая грабежу и огню селение и производя страшное пустошение где бы они представилось где бы не представилась такая возможность лупицин с большой поспешностью собрал войска против них и выступил действуя скорее на обум чем по обдуманному плану в десяти милях от города он остановился в готовности принять бой увидев это варвары бросились на беспечные отряды наших и прижав к груди щиты поражали копьями и мечами всякого кто был у них на пути в кровавом ожесточенном бою пала большая часть воинов потеряны были знамена пали офицеры за исключением злосчастного командира который думал пока другие сражались только о том как бы ему спастись бегством и во весь опор поскакал в город после этого враги оделись в римские доспехи и стали бродить повсюду не встречая никакого сопротивления тут представлены вообще очень важные сведения которые описывают как бы одну из версий Рима-Годского конфликта вообще если с другой стороны на все это смотреть то понятно что Рима-Годский конфликт начался еще с тех времен когда римляне начали аннексировать земли гетов если бы они не аннексировали земли гетов ничего бы подобного не было но они это сделали и дальше начался конфликт но тут все сводится к тому что якобы всего лишь из-за того что один из римских местных деятелей вот так так сказать сгадился то он устроил локальный конфликт соответственно с готами и из-за этого потом уже все готы считали римлян своими врагами и воевали их воевали с ними максимально жестоко ну в этом что ж видим также пропагандистские мотивы Амиана Марцелина видим также то что Амиану Марцелину было важно представить свой народ в максимально лучшем свете за это его как бы винить особо-то и нельзя но тот факт что он обелял свой народ там где этот народ иногда действовал весьма говнясто это уже дело другое также проблема в том что Амиан Марцелин всячески унижал и оскорблял соседние народы при том что если вот разберем данную ситуацию то получается готы договорились с римской властью пришли как беженцы стали римскими подданными их держали морили голодом их начальство фактически взяли в плен тут сказано что типа их не взяли в плен типа там было так сяк но всю эту историю можно трактовать в разные стороны особенно учитывая то что сам Амиан Марцелин признает подлость и низость данного Лупицы и как бы а из каких источников в общем-то Амиан Марцелин знает что точно было то что вот случилось такое недоразумение а не то что Лупицей реально взял в плен готских в общем-то правителей и отпустил их только после того когда уже в общем-то весь народ был готов рвать его на клочья история сложна история весьма запутанная историю следовало бы еще максимально максимально расследовать но пока такой возможности нет и пока в общем-то есть что есть тем не менее если анализировать данную историю можно в общем-то понимать что и другие истории могут иметь схожий характер то есть Амиан Марцелин и в других случаях мог относиться к своему народу незаслуженно снисходительно а соответственно к представителям других народов незаслуженно пренебрежительно идем дальше так наше повествование после изложения различного рода событий дошло до того пункта то я обращаюсь с просьбой к тем кто будет это читать если будут когда-нибудь такие не требовать от меня подробного изложения отдельных фактов и обозначения числа погибших чего никаким образом невозможно с точностью установить я считаю достаточным описать важнейшее событие не допуская ни малейшего искажения истины ложью так как историческую историческому повествованию подобает полное беспристрастие это слова Амиана Марцелина но но как бы может быть он и считал что пишет бесстрастно но он же как бы писал исходя из своих знаний исходя из своего мировоззрения ну значит такое мировоззрение у него было весьма ксенофобским что можно что можно сказать идем дальше люди не сведущие в истории древних времен говорят будто на государство никогда не опускалось такой беспредельный мрак бедствий но они ошибаются поражение ужаса пораженные ужасом недавно пережитых несчастье если обратиться к древним векам или даже к более к нам близким то окажется что такие же и столь же печальные потрясения случались не один раз так Италию наводняли внезапно те втоны с кимврами являвшимися с отдаленных берегов океана но после страшных поражений нанесенных римскому государству они были побеждены и в решительных сражениях славными вождями и в конечном счете истреблены и истреблены изведали в жестких бедствиях столь же изведали в жестких бедствиях сколь бессильно оказалась дикая военная мощь перед разумом точно так же как и во времена правления Марка Аврелия сплотились единодушно против нас различные племена и после страшного бранного шума после разрушения взятых и разграбленных городов лишь малая часть их уцелела вскоре однако после этих страшных несчастий дерьла пришли в прежнее состояние благодаря тому обстоятельству что наши предки не знали еще заразы распущенной жизни не ведали роскоши стола не гонялись за постыдными при быткам но все люди как высокого так и низкого положения с полным единодушным единодушием стремились к славной смерти за отечество как в тихую спокойную пристань в общем-то Амиан Марцелин тут делает такой интересный идеологический крюк ранее он описывал что соответственно Аланы почитают как высшее благородство умереть в славном бою а соответственно мирно жить для них это как-то плохенько тут же он критикует свой собственный народ что они уже погрязли в разных чревоугодиях и прочем дерьме а вот их предки были достойными вот их предки стремились побеждать а если нужно стремились умереть за родину и в этом видится что в общем-то да в общем-то какая-то возможно древняя культура римлян если она таковой была или же если считать за древнюю культуру римлян древнюю культуру отрусков она была в чем-то близкой к культуре алан но римляне со временем деградировали и отошли от тех вот базовых еще можно считать ведических устоев также тут упомянуты те же самые кимвры то есть европейские кимерийцы которые в свое время воевали против римлян и схоже описание как в описании гуннов он пишет что они пришли чуть ли не от северного океана понимая под этим соответственно Балтийское море так в общем-то и кимвры по описанию римских авторов также пришли откуда-то оттуда ну или просто с регионов на север от например более близких к Риму стран ну так или иначе так или иначе если в таком плане гуннов делать китайцами то кимвров тогда тоже нужно сделать китайцами потому что описание их прибытия к пределам Римской империи ну чем-то похоже пятнадцать полчища скифских народов прорвались на двух тысячах судов через Боспор прошли по берегам пропантиды и произвели жестокое опустошение на море и на суше но потеряв большую часть своих вернулись назад шестнадцать в сражениях с варварами пали императоры Деции отец и сын подверглись осаде города Пафлагонии опустошено было много островов вся Македония была охвачена пламенем в течение долгого времени была в осаде Фессалоника а также Кизик взят был Анахиал и в то же время Никополь который построил император Троян как следовательно как свидетельство победы над Даками после многих жестоких поражений стоя с другой стороны разрушен был Филиппополь причем если верно сообщение историков убито было в стенах города сто тысяч человек пришлые враги свободно бродили по Эпиру Фессалии и всей Греции верховная власть была предоставлена славному полководцу Клавдию но он пал смертью героя и проиграл прогнал их уже Аврелиан человек дельный и строгий мститель за злодейство после этого в течение продолжительного времени варвары держались спокойно и ничего не предпринимали если не считая того что изредка в течение последующего времени грабительские отряды совершали губительные набеги на соседние с ними области земель но буду продолжать изложение с того момента на котором я остановился 7 5 на небольшом расстоянии оттуда несчастные полчища варваров оградив себя в виде круга огромным количеством телег стояли как бы за стенами и наслаждались полной спокойствии своей богатой добычей ну во-первых то как бы описывалось начало скифской войны то есть события предшествующие формированию гуннской державы когда в общем-то славяне и гетты осуществляли морские сухопутные походы против дакийских оккупационных городов и против Греции откуда римляне осуществляли оккупацию Дакии дальше упомянуто некое построение которое выглядело в виде круга когда возы с насыпанными на них припасами или с насыпанной на них землей располагались по кругу от лагеря как здесь сказано варваров что в общем-то давало им возможность быть как бы в неком городе как бы в такой передвижной крепости которую соответственно со стороны было достаточно непросто штурмовать вот данное боевое построение использовалось спустя тысячу или даже тысячу триста лет использовалось казаками использовалось хмельницким использовалось бугуном использовалось другими казачьими военачальниками что в комплекте с тем что казаки знали историю Адаакра и других показывает в общем-то то что казаки знали реальную историю еще не искаженную московитами и то что казаки по ряду по крайней мере культурно-исторических направлений были прямыми потомками в общем-то древних хотите считать скифов хотите считать гуннов ну то есть древних наших предков далее глава восьмая два после этого Рихомер отправился назад в Галию как дикие звери сломавшие свои клетки варвары рассеялись на огромное пространство и подступали к городу Дебальту где они наткнулись на борцемера трибуна скутариев со своим отрядом корнутами и другими пешими отрядами когда они разбили свой лагерь так был то был испытанный и бывалый в боях командир а имена Рихомер ну считайте Рихомир или Рагмир а также Борцемер то есть Борцемир по сути борец за мир типичные славянские имена с концом мер мир как Владимир что тут как бы так сказать что тут еще доказывать существовали имена данного типа существовали славяне их называли Хонорум Генус но официальная историческая трактовка уничтожает нашу древнюю историю отрезает как бы нам память о наших корнях для того чтобы ослабить нас и несколько уравнять с московитами которые уничтожили собственную историческую память и стремятся окончательно уничтожить нашу 9.4 но когда было перебито множество народа и пал Фарнобий который раньше являлся грозным зачинщиком злодеев Фредигерн внял мольбам уцелевших и дал им пощаду 10.6 вести об этом подвергли Грацианов большой страх он отозвал назад когорты направленные уже в Панонию стянул другие которые по разумной дислокации были задержаны в Галии и поручил командование на Нинену полководцу отличавшейся спокойной храбростью приступив к нему приставив к нему товарищем с равными полномочиями Малло Бавда комитта доместиков царя франков человека воинственного и храброго тут опять речь идет о том что римляне в общем-то заключили союз с государством франков и по сути франки вошли в состав пакс романус пакс романум то есть римский мир франки с тех пор вошли в состав римского мира а позднее уже когда так сказать сама классическая римская империя падет франки создадут свою римскую империю из чего со временем произрастет Каролинкская империя и империя священная римская империя германской нации 7 и вот пока Наниен учитывая переменчивость военного счастья полагал что необходимо подождать с решительными действиями Малабавд увлеченный тем что в его характере боевым пылом не вытерпел задержки и напал на врага 10 внезапно они повернули и время от времени оказывали сопротивление оказывали что чтобы ничего не уступить в крайности потерпели такое в крайности потерпели такое поражение что из вышеуказанного числа не более пяти тысяч как полагали ушло под покров густых лесов в числе многих смелых и храбрых людей которые тут пали был и царь приарий зачинщик этой истребительной войны в общем-то имя приарий опять ведическое имя идем дальше 17 лентизены видят что что он во что бы то ни стало решил покончить с ними стали молить императора со слезными просьбами принять их покорность выдали по его требованию всю молодежь для зачисления в нашу армию и получили разрешение беспрепятственно вернуться в родную землю примерно в то же время валент выступил наконец из антиохии после продолжительного путешествия и прибыл в константинополь глава 12 6 одни по примеру себастьяна настаивали на том чтобы немедленно вступить в бой а магистр всадников по имени Виктор Виктор хотя и был сармат по происхождению но неторопливый и осторожный человек высказывал высказывался встретив поддержку у других в том смысле что следует подождать сопротивления сопровителя что присоединив к себе подмогу в виде гальских войск легче раздавит варваров пытавши пылавших высокомерным сознанием своих сил аготская конница между тем вернулась с алофеями с афраком во главе с отрядом аланов как молния появилась она с крутых гор и пронеслась в стремительной атаке сметая все на своем пути итак обратим внимание что здесь есть человек по имени Виктор который является римским высокопоставленным военачальником магистром всадников но по происхождению он является сарматом но вот как-то так это о взаимопроникновении и особенности о проникновении сарматов в римскую структуру в римскую иерархию и так дальше глава 14 1 так погиб Валент в возрасте около 50 лет после почти 14 лет правления 8 сказанного будет достаточно о Валенте свидетельство моих современников вполне подтверждает справедливость изложенного но вот чего нельзя обойти молчанием когда от оракула с треножником который как я рассказывал вертели патрицей и галарий он узнал три вещи стиха из которых последний звучал так на равнинах меманта через арея жестокого в мыслях то как человек не образованный и простой сначала не обратил на это никакого внимания но когда по мере скопления тяжелых бед стал малодушно труслив то вспомнив об этом оракуле стал бояться Азии так как слышал от людей ученых что и Гомер и Цицерон писали о возвышенности над городом Ритрей горе Миманте говорят что после смерти когда варвары опустошили отступили наши нашли возле места его предположительной смерти высокий каменный памятник на котором по-гречески была высечена надпись свидетельствовавшая о том что в древние времена там был погребен какой-то знатный человек по имени Мимант ну так в общем-то Амян Марцелин демонстрирует еще одну историю как с тем же Евмелом как с другими какими-то ситуациями как в общем-то с царем Крезом которому напророчили что если он пойдет против персов то уничтожит могучее царство ну не уточнили что речь идет о том что он уничтожит свое царство в общем-то и тут одна из таких мистических историй ему сказали что так случится он пытался этого как-то избегнуть не отправлялся боялся отправляться в Азию а оказалось что в общем-то речь идет не о горе Мимант а речь идет о каком-то месте где был похоронен человек по имени Мимант в общем-то таково сказание Амиана Марцелина о гунах аланах готах и начале великого переселения народов по имени